Хорошо. Значит, собственно, сегодня у нас действительно происходит какое-то интересное, я надеюсь, и фототворное встреча. Мне интересно, почему все асимметрично в этой комнате... А, ну, это же там дверь. Вот. Значит, у нас была попытка провести вот такой первый неполитический форум, то есть разговор на темы, связанные с основаниями еврейства, Израиля, но не являющиеся напрямую политическими. Вернее, они, может, связаны с тем, что называется политические теологии или политические философии, но они не являются политикой. То есть и сегодняшняя встреча, вторая в этом цикле, я тоже всех заранее призываю, что если кто-то собирается кого-то голосовать, то давайте мы сейчас здесь это не будем обсуждать. Это не та тема, о которой стоит говорить. Не будем говорить, кто виноват. Может быть, кто-то скажет, кто виноват. Но, в общем, это в том, что мы попали в такую дурацкую ситуацию, страна Израиля и народ Израиля отчасти. А вот предыдущий форум, который здесь произошел полтора месяца назад, в общем, если подвести сухой остаток из него буквально одной фразой, состоял в том, что у нас в результате каких-то обстоятельств мышления, в том числе политическое мышление, оказалось подменено, собственно говоря, политикой, политиканством на части. То есть уже давно серьезнее высказывал никто серьезных мыслей по поводу того, что, собственно, такое еврейство, что такое Израиль, как все это устроено. Вот. А, значит, были, значит, ну, часто ссылаются, когда спрашивают, а кто последний великий философ, который что-то сказал фундаментальное про еврейство, там, и так далее, говорят. Вот Раб Кук. Ну, Раб Кук умер в 1935 году, уже почти 100 лет назад. Но были какие-то другие люди, в росте своем жили, они не в Израиле, например, такие, как тоже Левинас, Эммануэль Левинас, который был, в общем, действительно настоящим и большим философом. Он приезжал сюда, в Израиль. Я слышал, что в это время была за поступкой студентов, поэтому так не смог даже прочитать свой курс. Он встречался где-то на дому с какими-то избранными интеллектуалами, которые слушали его. Значит, и вообще есть ощущение, что в Израиле некоторая проблема с интеллектуальной жизнью, проблема с мышлением, проблема с осознанием, с мышлением просто не происходит. И я на этот счет два оптимистических, по разуму оптимистических, нашел для себя объяснения. Одно из них стоит в том, что в рейском народе обычно между временем появление мысли какой-то, даже ее какой-то выдвижением, что ли, и временем, когда доходит до народа, и доходит вообще до человечества, проходит обычно очень много времени. Давайте посмотрим, сколько времени прошло, например, между пророками Шаягу и тем, как его кто-то вообще услышал. Потому что когда он непосредственно слышал свои пророчества или высказывал свои пророчества народу, может быть, там было несколько человек, вполне возможно. Но, по крайней мере, точно это не было чем-то, только через много столетий, кто-то всерьез поняли, какой значительный человек Шаягу. Но то же самое Тора на Синае, ну, когда она дошла до народа-то, много столетий прошло. И то же самое, устная Тора здесь, в Иерусалиме, в частности пока еще он не был разрушен, были Батеми-Дарашот, там Гилеля, Закен и так далее. Но кроме нескольких человек, которые участвовали непосредственно в разговоре, никто ничего об этом не знал. И должно было пройти несколько столетий, прежде чем это было записано, зафиксировано и начали серьезно изучать. И, в общем, это некоторая такая закономерность. И поэтому, кстати, нечто похожее произошло с Маниту, который является учителем Рава Шерки, основателя этого центра, который где-то вот, ну, очень-очень маленькой группе людей что-то рассказывал. А теперь мы видим, что он действительно был большой мыслитель и много чего интересного выдумал. Это первая оптимистическая идея, что, а может быть, все это есть, мы просто про это ничего не знаем. То есть, может быть, Израиль полон мыслей, весь вокруг всех соседних домах, комнатах выдвигают какие-то прекрасные идеи, но мы просто про это ничего не знаем. Это такой оптимистический вариант, но все-таки он не до конца удовлетворяет, потому что есть шанс, что мы так ничего и не узнаем. Вот. И поэтому хотелось бы содействовать тому, чтобы что-то вышло на поверхность. Это одна из целей создания этого форума. Вот. А, значит, соответственно, второе оптимистическое замечание, оно связано с моими личными, представлюсь, Илья Дворкин, ну, не знает, не знает, неважно. Значит, моими личными изучениями, исследованиями, которыми я занимаюсь буквально вот сегодня, связанные с таким, по-моему, очень крупным философом начала 19 века, Нахманом Крохмалем, или, как его зовут, Анак, Раби Нахман Крохмалем, который был городским раввином города Жолков, Жолкиев в Галиции. Вот. И книга тоже, кстати говоря, которую он писал, она вышла через 10 лет после его смерти, которая называется «Марена В.П. Язман», и это такие фрагменты. И он там выдвинулся, и прочее, в этой книге, опять-таки, это было уже 200 лет назад, да, значит, некоторую идею. Конечно, я сейчас не буду ее рассказывать подробно, это я выступаю в качестве ведущего сегодня, а не в качестве докладчика. Вот. И тем не менее, значит, он, так сказать, исследуя историю еврейского народа, историю мира, он был гитильянцем и считал, что человечество развивается некими кругами, и каждый народ проходит определенной стадии развития, рождения, расцвета и распада, упадка и исчезновения. И что все народы проходят по этому циклу и передают эстафету, значит, своей национальной идее следующим народам, которые приходят на место. И это идея философии Гегеля, которую Крохмаль, в общем, вполне серьезно принимал, но, значит, в нем с него очень серьезные поправки, об этом я, конечно, подробно сейчас говорить не могу, это очень большая тема, но, в частности, одной из главных его поправок состоит в том, что, значит, национальные идеи народов, то, что называется, это элагей умот, то есть это их боги, ну, или ангелы этих народов. И национальные идеи народов, они все, как бы они ни были в истоке своем бесконечно, но они имеют некие ограничения. И поэтому каждый народ, выразив эту национальную идею, уходит в мировой арене. Так, по крайней мере, понимал это Гегель, и за ним Крохмаль. А у евреев есть проблема, потому что ее идею, национальную идею евреевски, невозможно выразить. Она бесконечна, потому что она связана бесконечным, интернациональным богом. Поэтому евреи в каждом круге своего развития пытаются выразить эту идею. Богополучие создают огромную литературу, какие-то учебные, какие-то центры, создают цивилизацию целую, которая, как и все цивилизации, имеет и политическая, и военная, и духовная значимость. А потом тоже уходят, как бы, с арены исторически, как и все народы. Но поскольку они свою идею так и не выразили, им приходится рождаться заново. И они, как бы, вот эта вот идея, она толкает, как зерно, приводит к новому рождению народа. Крохмаль написал это, примерно, в 1820 году, свою вот эту книгу, в 23-м, может быть, в 20-30-м году. Он умер в 40-м году, а вышла она в 51-м, 1800. И он там говорит, вот и мы сейчас находимся. Он, кстати, там проанализировал еврейскую историю. Вот, говорит, был период, эпоха от праотцов до рушения первого храма. Это была первая попытка евреев выразить свою национальную идею. Ну, значит, она закончилась грустно, рушением храма, изгнанием, и фактически исчезновением того древнееврейского народа, который был, и перерождением, созданием нового еврейского народа, который является тем самым евреями, но с новыми основаниями, которая начинается с эпохи возвращения Шевациона до римского разрушения второго храма. И каждая из этих эпох, она имеет свои законодательства и так далее. Вот третья эпоха, среди книг прохмаль, она началась с разрушения храма, как кодификации Мишны, Талмуда, и ее центральным моментом является золотой век в Испании. А мы, говорит Крокмаль, живем в эпоху... Вот стулья там, берите, там их очень много. Значит, мы живем в эпоху упадка, говорит Крокмаль, вот в начале 19 века, эпоху разложения и разрушения еврейства. Но, говорит, внутри этого упадка тоже какие-то дерна прорастают. Какие он не говорит, может он имеет у себя, как любой такой еврейский мыслитель, обычно обладает большой скромностью. Значит, и... Значит, но, говорит, это новое возрастение еврейства, оно происходит через катастрофу, потому что каждый раз происходит разрушение предыдущего еврейства и рождение нового. Вот так это было эпоху разрушения первого храма, разрушение второго храма, римского знания. Мы тоже живем в эпоху, так сказать, упадка и отчасти катастрофы. Правда, что он понимал под этой катастрофой не очень понятно, но мы-то знаем, как бы, что дальше происходило, как это произошло, и это произошло действительно новое перерождение еврейства. Нахман Крохмаль, хотя он знал примерно десяток языков, он написал свою главную книгу на иврите, потому что он считал, что это вечный язык еврейского народа, и поэтому стоит писать только на нем, остальные языки исчезнут. Вот. Но из этого... Но тут есть очень важный момент, почему я сказал, что это очень оптимистично, что он говорил, что история евреев, как и вообще любого дорогого народа, имеет две стадии. Первая стадия – стадия роста, когда образуется материальная структура. Он не изучал Рава Кука, но говорит очень похожие вещи. Во время роста народ занят материальными делами, то есть структурой государства, политикой, экономикой, и как бы все духовные силы, они где-то очень глубоко внутри, и они вообще не видны. А потом, когда государства становятся на ноги, уже тогда пробуждаются эти духовные силы и выходят на поверхность. Так вот, с точки зрения прохнули, мы явно находимся на стадии роста. Вот. И это тоже обнадеживает, потому что после стадии роста, может быть, там приходят другие всякие стадии. Вот. Это большая... Это была преамбула. Это еще... Это не выступление. Извините, пожалуйста. У меня пояснение. А. Произнение со временем Тараса Рахманова говорит о том, что есть такая... Есть Тараса, она в то время одна и та же, и есть и кредитров, кстати, дают твою еврейство. Да, и дают первую щеку. Какая-то замечательная история. И всех этих перерождений в евреях, или государств, или... Или он это об этом не говорит? Не-не, смотрите, я не хочу... Извините, я вас обращаю, если нужно, кому-то лично готов прислать все тексты Крохмаля, хоть на иврите, хоть в русском переводе, отчасти уже есть. Можно об этом поговорить. Я не имел в виду сейчас поднимать эту тему, как... Это просто затратка. Вот. Сегодня так получилось, что софт-карон, которая собиралась вести сегодня нашу встречу, она приедет с опозданием, потому что ее, как я понял, вызвали на радио, в общем, возникли. Я также вижу, что два других докладчика, которые собирались тоже говорить, оба тоже пока что отсутствуют, потому что... Значит, но зато один докладчик у нас есть. Вот. Поэтому я, собственно, думаю, я передам слово Искому Печерскому, и он сам расскажет, чего он собирается говорить. Значит, у нас предполагается еще... Я про Зайвуха не знаю, потому что он тоже человек политический в какой-то степени, поэтому трудно предсказать, появится он, не появится. Он мне ничего не говорил, но я надеюсь, он появится все-таки, может быть, он просто опаздывает. Вот. А что касается Ильи Рабилович, который вот тоже собирался рассказывать, он меня предупредил, что он опоздает, и я даже приготовил для него чай. Так что, когда он придет, он сможет его получить. Вот. Поэтому, Игорь, если ты не против, я хочу тебя пригласить сюда и включать свою, как бы, часть в ресторане. Вот. Да. Но вы работали за то, чтобы максимально камеру взяла. Я понял. Можно сидеть здесь, но камеру не хочу себе. Все-все-все. Если можно, камеру чуть-чуть. Все-все-все. Да. Ну, то есть, вы уже поняли, кто виноват в том, что эта страна оказалась в тяжелой политической ситуации. Потому что, благодаря этому, значит, СОПа нет, Ханина нет, а у меня есть время над нами поиздеваться. Это еще неизвестно. Значит, давайте я... Да, да, да. Извините, пожалуйста, я должен еще полсекунды еще говорить. Просто я, значит, хочу просто по порядку введения. Вообще, нормально, я по ним был дать Игорю 20 минут. Я знаю, что тема очень большая, которая требует значительно больше времени. Вот. Но дальше, как получится. На другой стороне, я также написал во всех анонсах, что всем, кто есть, чего сказать, принципиальное время тоже будет дано. Ну, видимо, уже не 20 минут, а скорее 2. Но я надеюсь, что в конце у нас останется время для обсуждения. Да, конечно. То есть, если кто-то захочет перевивать, то будет только запах. Потому что это не лекция, такой поток созданий. Я буду против. Ну, хорошо. что-то... Поборю. Значит, если бы не хочу использовать камеру. Ладно, не нужно... Я знаю, что я здесь в докладчике, в которых камера выбивает свободный доклад. Поэтому... Я посылаю там анонс, если кто-то не читал. Говорить я сегодня хочу о Элле Бен Амозаге. Рабе были Элле Бен Амозаге. Вот. Странный персонаж. Значит, ну, давайте начну с биографической справки, если кто-то не успеет смотреть Википедию. Значит, родился в 1822 году Рабе Элле Бен Амозаг. Что? Бен Амозаг. Амозаг — это такое слово на берберском урите. Вообще говоря, по слухам оно того же самого корня, что и еврейское слово мезель. То есть смесь. На самом деле, по непроверенной информации, Бен Амозаг — это эребра по-берберски. То есть это так называли берберские семьи, которые были непонятного происхождения. Еврейские берберские семьи. То есть там было довольно большое число людей, которые утверждали, что они сад, что они сваргитавор. Было какое-то число людей, про которых было известно, что это местные потомки может быть даже геров. А вот были какие-то непонятные люди. Вот Бен Амозаг, на самом деле, довольно известная фамилия, она 16 века, если я правильно помню. В конце 18 века его дедушка, насколько я помню, переезжает в город Ливорна. Это в Италии. Это, собственно, главный центр тогда книгопечатания. Опять-таки, по слухам, до того и переезжает. Можно было там сдать свою очередную книжку, но проще быть ближе к печатной машине. И там они и застревают. Ливорн, Ливорн, самый ашкинанский город из Италианских. В 1922 году он рождается, папа его сразу умирает. Он был уже довольно пожилым человеком. Его воспитывает его дядя, прав его матери, очень крупный каббалист, может быть, один из самых интересных каббалистов Италианских, 19 века, Раби Уда Кариат. Когда или исполняется 17 век, происходит в еврейском мире на самом деле почти неприличное событие. 17-летнего мальчика его дядя, который признанный глава общины каббалистов в Италии, просит дать госкамот на свою книжку. Морбашемеш, это такие луреанские комментарии. Дядя просит своего племянника дать ему госкамот. Дать согласие, дать одобрение на выпуск этой самой книжки. Это книжка по луреанскому каббалу. А после этого, кроме этого, дядя, который каббалист, наследие луреанской каббалы, которое связано с Сороком, это особая линия, немножко пересекается с Рамхарем, своего племянника заставляет, не знаю, советует, сильно советует, при этом выучит еще латынь и греческий, то есть к 18-м годам ребенок знает уже 8 языков, потом знает еще в сумме там будет 16. Ребенок становится главным Рамином Ливорнов, в этом качестве прибывает 50 лет, у него своя типография, наиболее интересной лиске книжки 19 века выходит в типографии Банамозага. Дальше у него очень странная его биобиблиографическая судьба, потому что он с одной стороны такой вот Платон, то есть этот титул, который ему официально выдал Ватикан, Платон итальянских евреев, я уже не знаю, куда нужно такое вешать, как медаль, или наоборот как проклятие, вот, человек, который связан с тем, что он соединяет в себе самую разную культуру, греческую, латинскую, о его связи с Ренессанцем, может быть, еще Борослов скажу, очень интересная, неожиданная даже, вот, с другой стороны, он абсолютно политически некорректно и не в духе своего времени начинает полемику с Шадалем, Раби Шлома Давиду Цатта, в 19-й веке было очень принято гнать волну на Кабалу, как бы, ну, мы все, как бы, достигли просвещения, мы поняли, что вот в нашем удаизме были всякие разные там налеты, всяких там гностицизмов, неоплатонизмов, вот нужно теперь от этого очиститься и достичь иудаизма, который высокий, чистый, рациональный, это было очень в стиле, вот Шадаль, может быть, один из наиболее представителей такого подхода очень рационального, очень возвышенного, возвышенного, вот, и его критика, значит, получила ответ в устах Мононозога, написал две книжки, очень интересные, потому что с точки зрения анализа, скажем, на уровне источниковедения, обращение к источникам иногда очень неожиданно, например, гностической литературе, которая была в том времени чуть-чуть известна, к христианской кабале и так далее, он пытается там объяснить корни кабалы и насколько это вообще связано с сутью иудаизма, на самом деле гибраизма, сейчас я скажу еще одно слово, которое очень характерно гибраизма, гибраизма, гибриют, вот, примерно в таком же ключе он пытается, пытается, пишет комментарий к Хумашу, к этих книжек, к Эмли Микра, безумно интересный, мне его очень интересно читать, синтез того, что потом станет библейской критикой, или потихонечку тогда было библейской критикой, и обращение к самым неожиданным источникам, ну, в частности, и греческие мистерии, и христианская кабала, и христианская экзогеза вообще, в суровом смысле слова, гнистицизм, при этом книжка определена акадексально, ее цель в том, чтобы действительно комментировать Хумаш, книжку посылает для подтверждения библейской в Израиле и в Алеппо, сирийскими и израильскими, и там, и там книжку приговорили сожжение. Значит, книжку, не видите, да, Эмли Микра, пять, там, в общем, сегодня ее тяжело найти, но можно. Вот, официально она была сожжена, потом он пишет книгу защиты, ну, он в хорошую компанию попал вместе с Рамхалем и Рамбамом, но все равно, как бы, немножко неприятно. Вот. где-то к концу своей жизни он начинает свой, может быть, самый интересный, самый главный труд, собственно, благодаря которому, может быть, я на него и обратил внимание, с которым самая странная история произошла. труд, который вышел в печать, и называется «Израиль и человечество». Вот. На самом деле, это напоминает старую, что вы говорите? Которая сохранилась, да, это как раз сохранилась. Вот, «Израиль и человечество» сложнее история. Значит, «Израиль и человечество» книжка, которая вышла через 15 лет после его смерти в пересказе его ученика, который сам по себе не был евреем. По некоторым словам, книжка, это была написана для него, как личный, так сказать, личный инструктаж Эмэ Польерра. Он был ученик богословской семинарии, который услышал Бенамозага, пошел на его лекции, там он сказал, вот хочу быть евреем. А Бенамозаг ему по одной версии сказал, ты такой великий человек, давай ты будешь коэнгадоль лебнейнох. нужно принимать геюр, а вот будь коэнгадоль лебнейнох. А по другой версии он ему сказал, чем быть плохим евреем, лучше быть хорошим гоем, значит, оставайся в Бенах. Значит, где тут, правда, я не знаю, так или иначе, его сыновья решили сами книжку не издавать, передать его Эмэ Польял, тот потом еще 50 лет был таким вот апостолом Бенамозага, без больших успехов, движение Бенамозага, которое Бенамозаг пытался создать, вот коэнгадоль, он вроде как нашел, а Клеменеву, в общем, вроде как больше никого и не попало туда. Книжка вышла, которая сказал по-французски, это не его родной язык, его родным языком был итальянский, вообще в больших скобках человек был, большой итальянский патриот, по-итальянски его читать с одного удовольствия даже, там, для такого человека, который итальянского не знает, как я, то немного, что можно достать. Значит, его большим другом был Жозеппе Мадзини, если это кому-то говорит что-то, вот, а французский это был, ну, куда деваться, ну, как, я не знаю, да как английский сегодня даже хуже, то есть это типа язык международного общения, но в общем, явно не родной. И вот книжка по-французски, те куски, которые он писал, там видно, что немножко он, ну, не его язык, сейчас немножко я еще поговорю языковой разницы, это очень интересно, для меня, по крайней мере. Французский, немецкий, иврит, английский, иврит, простите, вот, и русский. Значит, вот тут они все в этой истории окажутся встроены. Так вот, книжка вышла на меродном языке, в пересказе, человеку, который вообще говоря, не целевая аудитория, и эта книжка получила, в общем, более-менее популярно, она известна. Скажем, про Бена Мозова говорят, про него статья в газете «Гарец» есть, про него время от времени упоминают на разных лекциях, безусловно, в этом месте, в этом доме про него говорят, на это есть особая причина, тоже про него пытаюсь сказать, но проблема тут вот в чем. Книжка «Израиль человечества» больше всего напоминает русский анекдот про человека, который закапывал яму. Вот известная, может быть, история вам про то, что вот шло двое, один выкапывал яму, а второй закапывает. Мне подошел человек со стороны и спрашивает, ну, товарищ второй, зачем вы работу первого портите? Тот яму копает, а вы закапываете. Он говорит, извините, я, говорит, не второй, я третий. Второй должен дерево сажать, но у нас сегодня выходной. Вот, дело все в том, что, книжки, которые предшествовали, создали базу для Израиля человечества, Коминомикра, например, они известны, но где-то сожжены, где-то читаются. Книжка сама, это самое, в пересказе, в плохих переводах, полного перевода на английский нету, жуткий перевод на еврей существует, лучше бы его не было. Существует типа полный перевод на английский, сделанный Google-транслейтером образца 2002 года, то есть это, когда вот настроение хочется поднять, можно почитать, на русском нету ни строчек. Значит, но вся штука в том, что эта книжка – это третий том. Есть еще два тома. Один называется «Введение в теологию», второй называется «Имена Всевышнего». Оба написаны по-итальянски, оба находятся в рукописи, оба хранятся в библиотеке Технеона, и на них сидит Раф Ильяву Рахамин Зинь, чтобы он был здоров. Вот это, может быть, многое объясняет. Но, в общем, с другой стороны, многое из того, что издается, Ильяву Рахамин Зинь, издается благодаря Рафу Зинь, так что, чтобы он действительно был здоров. Но это очень харизматическая личность, которая, значит, будет накладывать некий цвет на Рафа Ильяна Мозага. А то, что вышло, это третья часть. И в каком-то смысле, я сейчас хулиганю, значит, насколько мне там удалось понять, и как-то я пытался для себя в голове выложить, значит, вот этот свой пундаментальный труд, если переводить на общепринятый язык, то начинает Раби Элья с того, что называется гештальт. Вот то, что он называет теологией, это описание, Турцуфима – это описание того, как этот мир по-настоящему устроен, его глубине. То, что называется «Имена Всевышнего», это, пардон, «Дибан», это пути, это нативод. А вот то, что осталось, это элементы. Ну вот элементы у нас вышли в пересказе. Вот. Значит, я думаю, что вот то, что я сейчас так по-хулигански разумею вспомнил, это принципиально, не случайно, потому что для меня в каком-то музыкальном смысле вот один итальянец и один немец, они такие вот очень мощные контрапункты. Тут можно за одно словечко зацепиться. Дело в том, что возрождение немецкой, мы с немецко-еврейской, там, в 20-х годах, оно очень сильно связано со словом «новый». Там вот можно вспомнить Розенцвейга, там можно вспомнить Эриха Ноймана, это именно «новый». у Беномозага, он несколько раз подчеркивает, что он пришел наоборот для того, чтобы озвучить и оправдать и догматизировать старое. То есть его не политкорректность, его не актуальность. Она заключается в том, что он активно, из большой глубокии, пользуется двумя терминами, которые в 19-м веке были такие, ну, как это сказать, «мовитон», были дурным тоном, а сегодня мы еще больше степенем. Апологетика и догматика — это два ругательных слова. Для Беномозага это два очень дорогих сердцевых слова. Когда он говорит про философию, он говорит, что надоема философия, либо устали от философии, которая объясняет мир. Объяснение мира хорошо для позитивных наук, для физики. И это, в общем, точка, с которой, наверное, разноцветить будет, я не знаю, по-моему, с классицией. Что хватит объяснять, что невозможно объяснять, этот мир нельзя объяснять. А дальше два разных подхода. Один говорит, что про этот мир можно рассказывать, а другой говорит, что можно говорить, каким этот мир должен быть. «Извините, вы говорите, афейн-багенский, когда он Марс?» Да, там третья вещь. Там третья вещь. Там третья вещь. То, что этот мир надо изменять. Это немножко другая история. И меня напугает, если честно. А вот удивительный нерв Беномозага, для меня, по крайней мере, был именно в том, что с одной стороны он с абсолютной наглостью говорит, что, ребята, я буду заниматься апологетикой и догматикой. Это то, от чего сегодня все устали, это то, чего нам не хватает. Да. Вы пропустите этот момент, кроме того, что вы сказали, что надо делать с миром, да? Вам нужно еще просто познавать. Не объяснять, а познавать. Это то, чтобы... Хорошо, я скажу еще одну интересную фразу, тоже из Беномозага. В общем, конечно, очень хорошо нам фразу раздирать. Наверное, я нехорошо себя веду, но просто очень хочется. Значит, у него очень интересно есть религиоведение. Религиоведение. Беномозага. Он, как хороший каббалист, надо еще будет объяснить, что значит такое каббала и что такое каббалист в данном случае. В общем, короче говоря, у него есть и душевная смелость, и скромность, и широта взгляда, чтобы увидеть место разных религий в общей картине. Разных языческих, христианства, ислама, еврейства. В частности, он очень много времени уделяет идее этого мира, Всевышнего, его единства, его многообразия. Вот в той книжке, которая вышла в пересказе, как я сказал, первые три главы называются, одна называется «Дье уник, Дье универсаль». То есть Бог, который, то есть, как это сказать, «Ехудашем» с Юдом, «Ехудашем» и «Клалиют». То есть есть единство, которое внутри себя, есть единство. Значит, есть внутреннее единство, есть уникальность, есть универсальность. Важно, что это вот три аспекта. Ну, опять-таки, Рамгама можно сказать. Вот. Так вот он говорит, что на самом деле идея этого универсальность подразумевает под собой некое многообразие, некая многолиткость. Вот этот диалог между, или я не знаю, диалог в смысле много точек, между уникальностью в себе, уникальностью, единственностью и универсальностью, он есть в разных культурах, разных высоких культурах, языческих, христианских, мусульманских. Вот. Но он говорит, то, что в языческой культуре было достояние мистерий, тайные, которые открывали только посвященным под большим секретом, для евреев это вшито. То, что ашем и хаду, шмой хаду. То, что для язычества было, как бы, вот я выхожу на улицу, я вижу, да, пантеизм, опять же, для евреев это часть учения кабалы, которую принимаешь по традиции. после того, как ты понял, что ашем и хаду, шмой хад, можно говорить про то, что есть илогин. Это отдельная тема насчет того, что такое кодыш. Да, так вот из-за того, что евреи избраны, получается очень интересная картинка. Потому что по-настоящему важные вещи язычество воспринимает как мистерию. Крестьянство воспринимает как объект для веры. Ислам воспринимает как непреложный факт. А евреи приходят и учатся. Мир, который можно изучать. У меня, значит, есть такое предположение, что на самом деле я так сразу понял по нашей переписке, что Лиал Беннер Мозак это действительно очень интересная фигура и мы должны посредить минимум один или два или три встречи. А поскольку у нас сегодня все-таки форум имеющий определенную... Хорошо. Погоди, погоди. Поэтому я не знаю, что я тебя пытаюсь прерывать. Я наоборот, так что ты сказал, но все-таки если ты можешь привести это к тем проблемам... Сейчас, сейчас. Мы сейчас в финале не случайно. Давайте я начну с самой главной самой главной проблемы с себя любимого. Как я дошел до Беннер Мозак? Для меня Беннер Мозак обозначает тупик. В каком смысле? Значит, тупик вот некого пути, который у меня там начался лет 25 назад. Значит, лет 25 назад я, глядя на ситуацию в Израиле, нашел для себя единственного персонажа, который... то, что он говорит, и, скажем, динамика того, как он развивается по ходу дела, и то, что он делает, что не менее важно, и то, что он себя человечество представляет, мне показалось очень адекватным, очень интересным. Я офиген. Вот. И мне очень... А машифиген. Вот. И в какой-то момент мне стало интересно, ну, то есть там явно есть какие-то слои того, как человек видит этот мир, на основании чего он там какие-то свои внутренние моральные решения принимает, какие у него есть интеллектуальные инструменты для анализа действительности, на мой взгляд, в общем, очень-очень неплохо работающие. И то, что я нашел в какой-то момент, это оказался Шафтайбендом. Персонаж такой, не слишком известный, середины 20 века, у которого есть действительно очень интересная концепция о том, кто такие евреи, что такое устройство государства, как устроена история, где место Бога в этой истории. И действительно есть между Пикрином и Бэндовом очень интересная глубокая связь. Что такое храм, кстати говоря. С Бэндовом две проблемы. Одна из них это то, что Бэндов типичный балет Шуан. Известно все эти комментарии, почему праведники не могут стоять рядом с тем, где стоят балет Шуан. Второе, то, что Бэндов, он очень... Кстати, тоже тема, может быть, для отдельных разговоров. Иуда Инсион выпустил «Четырехтомник Бэндова» там несколько лет назад, когда шло бы на иману. За что, опять-таки, будут облагословенны. С Бэндовом вторая проблема в том, что он очень деструктивен. У него очень хорошее аналитическое мышление. Он очень хорошо разбирает все по хросточкам, но дальше душа не поет. Не возникает ощущения картины в целом. Бэндов не каббалист. Я думаю, что это очень важная вещь. Сейчас, может быть, в самом конце попробую еще правильно сказать. Далее, пытаясь что-то такое копать, я вдруг наткнулся на гораздо более доступную персонажа. Ну, Бэндов уже умер, там, сколько-то, 40 лет назад, не знаю. А тут я вдруг понял, что есть более близкий персонаж. Это Раф Ширк. Многое из того, что говорит Фейглин, потом находит у Рафа Ширки, или наоборот, находит там всякие разные связи. Одно объясняет другое, стало безумно интересным. Потом прошло еще какое-то время, и я почувствовал, что Раф Ширки — это отклик чего-то, это отзвук чего-то. Выплыл еще один персонаж, по которому я слышал еще там за много лет до этого от Рава Вайнберта. Рава Шкинадзе. Монету. И тут у меня стало складываться, потому что то, что я слышал от самых разных людей, и оно звучало, как будто речь идет о нескольких разных персонажах, потому что Рава Шкинадзе к этому говорит Раф Зине — это одно. Рава Шкинадзе к этому говорит Вайнберта — другое. Рава Ширки — это совсем третье. Да, есть еще там Рава Шкинадзе, я уж не знаю. Рава Вайнберта. Вот. Значит, вдруг вот стало понятно мне, что то, что говорит Раф Ширки — это некий перевод на иврит того, что на французском говорил Монету. На иврит, ну, в том смысле, что они оба говорили на иврит, только один с большим акцентом, другой с меньшим. Но просто музыка другая, юмор другой, или, наоборот, пропадание юмора, там, где у Рава, где у Монету было много юмора, Рав Ширки оставляет его ровно в таком количестве, кому аудитория способна. И, значит, следующий этап у меня был, когда еще через какое-то время я вдруг стал понимать, что Монету, он тоже резонирует на чем-то. И потом уже попытавшись там разобраться с тем, что он сам про себя говорит, мне стало понятно, что через Гордина там просвечивает Бенна Музыка. Монету про это говорит открытым текстом. Монету среди своих учителей по большому счету называет, ну, понятно, что папу, дедушку, маму. Понятно, что Рава Цви Иуду, безусловно, Рава Гордина, Якова Гордина, там есть еще несколько персонажей, как раз Кабала Шлага, Кабала Абада, но самые, не знаю, пронзительные слова, которые я у него читал, это именно из своих учителей. Про того, кого он живьем не знал. И даже его учителей уже не знал. Про Бенна Музыка. То есть единственный из его учителей, про которые он говорит, что это был человек, был его покурщик. Это был человек, который был пророком. Вот, значит, тогда я стал пытаться выяснять, что такое, кто такой, что такое говорит Бенна Музык и почему выясняется, что все это вдруг доходит до точки, которая предельно политическая. Потому что Маниту очень политический человек, Равшерки очень политический человек, Феглин достаточно политический человек. И далее у меня выяснилось, что дойдя до Бенна Музыка, я зашел в Тутик. Потому что я не понимаю, не могу найти, а кого он резонет. У меня очень сильное ощущение, что это точка начала, это симгулярность. Что те идеи, которые сегодня находят выражение в политике, в каком-то смысле были рождены тогда. И это вот удивительное свойство как раз для каббалистической традиции, когда, с одной стороны, человек воспринимает себя как часть традиции. То есть к настоящему каббалу нельзя учить, и можно получить. С другой стороны, рождается мир заново. То есть есть какие-то определенные точки, когда мир рождается. Мир, похоже, что в XIII веке родился заново, мир, похоже, что там 2000 лет назад, в каком-то смысле родился заново. И вот у меня ощущение, что в середине XIX века мир родился заново. Вот мы сейчас живем, наблюдая развитие этого родившегося тогда мира. Я не знаю, это связано с тем, что был крахмал или нет. В 1940-е годы, примерно те годы, когда Бенна Музык начал что-то такое писать. Это интересно, потому что в те же самые годы Ицекхайбер здесь, в Иерусалиме, что-то такое очень интересное делали. Вот что-то произошло в середине XIX века, а потом произошло в 68-м году, там, в 67-м, что-то еще более. Вот, значит... В 20-м году? В 20-м году, да. Но вот сейчас что-то происходит на наших глазах. Значит, я, наверное, хочу немножко поскандалить. Потому что Илья, не спрося моего разрешения, на мой анонс поставил заголовок. Илья Бенна Музык, актуальность сегодня. Актуально ли он сегодня? Ну, это же такая банальность. Значит, это банальность? Я просто... Ну, он уже не мог... Иногда лучше помолчать. Помните, в Институте Чародейства Волшебства висела табличка «Нужны ли мы нам?» Так вот, то, что актуально сегодня, актуально ли он, к какому вообще времени относится Бенна Музык, это очень интересная тема, на которую ответа нет. Это тоже, на самом деле, политический вопрос. Значит, когда в середине XX века выходила его книжка «Мораль еврейская, мораль христианская», очень смешная книжка. Потому что книжка, которую он христианство просто размазывает по асфальту мордой, Ватикан его, значит, благодарил за эту книжку, потому что глаза раскрылись, и он тоже очень странный. То есть человек, который умел поддерживать хорошие отношения и с Ватиканом, и с Мадзином, это тоже особенность. Вот. Так вот, в XX веке она выходила с предисловием Эмиля Туати, это главный типа еврей в Париже. Вот. Он написал «Главная ошибка Бенна Музыка, что он родился не вовремя, он поторопился на 100 лет». Написал он, значит, в середине XX века. Потом проходил семинар в Иерусалиме, где-то там в конце, не знаю, в середине 90-х годов. И Равзини, который вот как бы сегодня главный носитель Бенна Музыка, он выступил, сказал «Вот Туати написал, что, говорит, на 100 лет опередил время». А из-за им кричат «Нет, нет, не на 100 лет, на 200». Ну, хорошо, это, в общем, радует, тем более, что если он родился в 2022 году, то 200 лет, вот, значит, сейчас уже. Все замечательно. Равзини решил, так сказать, эксплуатировать свой успех, оказательство того, что Бенна Музыка так вот. И эту самую фразу сказал еще раз. Был семинар после этого, пару лет спустя, в Аклоренции по-итальянски. И Ашер Салов переводил, значит, там для всех текстов для Зини перевел, там, чтобы кого-то еще перевел. Единственное, кому не понравилось перевода, это этот самый Кирилл Асланов, который там, да, выступал по-итальянски. А, ну, и, по-моему, тоже итальянский. Вот, так вот, значит, перевел Зини на итальянский, вот, и Зини там по-итальянски говорит, что вот он родился, должен был родиться, там, с опозданием в 100 лет или даже в 200 лет. И встает Идин и говорит, нет, говорит, все совсем наоборот, потому что Бенна Музык, он последний философ Ренессанса, потому что эпоха, с которой он связан, это именно Ренессанс. И дальше Идин очень красиво показывает, действительно, насколько глубокая связь между Масилем Фичиной и Бенна Музыком, между Йохананом Алиманом и Бенна Музыком, между Авраамом Егелем, такой совершенно потрясающий каббалист, позднего Ренессанса, и Бенна Музыком. То есть, он попадает все время в какое-то несвое время. То есть, то, что это Ренессанс, на самом деле, для меня это очень как-то близко и приятно, потому что для меня, например, понятно, что правильный ответ и модернизму, и постмодернизму – это Тхия, это Ренессанс, Ренессанс. Вот единственное, может быть, кто почувствовал Ренессанс по-настоящему и сумел его изложить на языке, который нам понятен, это Бенна Музык. Ну, понятен условно, потому что все равно мы сегодня его понимаем, вот я говорю, в переводе на еврей Трава Шерки, который делает все политически понятно, в переводе на французский Маниту, который приносит юмор, в итальянском юмор довольно мало, итальянский язык, который немножко сентиментальный, немножко высокого штиля языка. В этом смысле тяжело его перевести. Я очень покой ведущий, потому что у меня всегда становится очень интересно, жалко, что нету совпадения, но просто у тебя есть еще несколько минут, потому что ты достаточно, я думаю, заинтересовала какой-то модернизм. А теперь, я бы хотел сказать, более, ну, все-таки, что связано с этим самым актуальным и неактуальным. Мне, конечно, очень приятно, что мы берем какой-то двухкорный санс, который бы никто не заметил. Ну, как не заметил? Я не уверен, что не заметил. Да, перед тем, кто может, о чем мысли. Я думаю, что... Какой-то мысль, которая зацепит аудиторию. Мысль, которая зацепит аудиторию. О. Ну, хорошо. Я думаю, что вот текст, который я там послал по-французски, это выдержка, опять-таки, из этой бесчастной мышки. Я обещал, нужно больше пересказать. Я попробую ее пересказать, ну, там, на одной ноге. Значит, ну, при этом, опять-таки, французский тоже не терпел. Значит, в чем идея? Говоря о месте евреев в этом мире, для Бенна Мозага важны две темы, два нерва. Кстати, эту статью, по-моему, тоже послал. Кстати, я Монитуба Бенна Мозага. Два ключевых слова, которые определяют, собственно, весь его взгляд в этот мир, и они будут очень политические. Один — это, ну, можно сказать, противостояние между, или дихотомия между ягудей и еврей. А второе — это каббала, которая никакой дихотомии не вписывается, потому что, ну, потому что на себя те дихотомии включены. Значит, я попытаюсь немножко объяснить, что это такое, потом, на одной ноге, как-то в этом тексте, о котором я говорю, как это выражать. Значит, иудеи и евреи — это очень интересная вещь, это констатация того, или постулирование того, что еврейский народ — это неданность. И еврейство — это неданность. Иудаизм, который вроде как данность, вот он у нас есть, мы его видим, там, можем засечь его, есть религия, есть ритуал, есть традиция. Еврейский народ — это некий слепок, это некая деталь, некий аспект, некое проявление чего-то, что на самом деле еще не возникло или в процессе возникновения, или должно возникнуть. Мы говорим про догматика, догматика, то есть рассказ о том, как должно быть. Так вот, есть евреют. Евреют — это вот что-то, что описывает народ, который должен быть ам-ам-кодыш. И кодыш — это вещь, которая, вот так говоря, ну, по определению, не распространяется в этом мире равномерно. Она почему-то уникальна. Есть народ, который играет странную роль. Вот фраза, которую Гордин очень повторял, Яков Гордин очень много раз повторял, про то, что вот каждый народ — это жемчужина. Есть еще ниточка, на которой все эти жемчужины нравятся. Эта ниточка — это народ, который в каком-то смысле так и не существует, потому что вот эта ниточка Авраама и Ври, реализация в этом мире, она не нашла или не находит, или в процессе нахождения. И ягодут, иудаизм — это только намек на то, что это реализация возможна. А как бы трагедия — это еще одна музыка в том, что как раз мы не тут про это могут говорить, что он это говорит внутри тьмы. Он это говорит в ситуации, когда на самом деле вейский народ мертв. И «Мишна» написано. «Мишна» — как, ну, когда человек умирает, читают «Мишнают». «Мишна» — «Атьютна Шама». Известно, что когда вот та же самая история, что это разрушается в Второй Храм, в каком-то смысле и вейский народ умирает. Находится в состоянии вот именно как удаин, в состоянии такой смерти, и при этом вот есть что-то еще, что и вриют. И там проблема, как бы вот свойства, может быть, человеческого, может быть, итальянского языка, бенномозок не пунктуален. Он иногда занимается метоними, занимается иногда использованием одного слова вместо другого. Иногда в тексте он ощущает, что должно быть слово «еври», он пишет «якути» и так далее. То же самое, кстати говоря, со словами «универсальный», «универсалистский». Вот если кто-то там читает статью, но не ту, которую я со словом, там очень интересно показывает, в чем разница между религией. Вот есть иудаизм, есть еврейство, как некий центр, и есть то, что объединяет народы, вот можно объединять универсально и универсалистски. Это совершенно разные вещи. Это разница между христианством и дноимом, кстати говоря. Опять-таки, мигание абсолютно в Сен-Сен-Сен-Сене. Разница между универсальным и космополитическим, то, что сегодня там даже многие комментаторы, в ротравширке обращают, но ее комментаторы не обращают. Так вот, идея того, что есть некий народ, который существует в этом мире, и цель которого, в общем, ради других народов, цель которого быть ниточкой для навязывания других народов. При этом у него есть собственная судьба, собственная жизнь, собственная материальность. И более того, универсализм, который тут есть, ну, понятно, это универсализм, который требует того, чтобы каждый был самим собой. Это, в общем, вещи, которые, может быть, послушав там возложение Рава Шерки, сегодня уже даже кажется тривиальным. Но на музыке это очень глубокий внутренний мир, именно тот самый гибраизм, евреют, который не факт, который не данность, который дохнут, то, чем должно быть. И второе – это Каббала. Каббала, я думаю, что если я пытаюсь одним качеством определить то, что отличает людей, принявших Каббалу, те, кто не удоставили этого, это скромность. Сниют. Я думаю, что одна из самых важных деталей в паблистическом понимании мира, нет, она одна надгереческая, одна недостаточная, одна из них – это понимание того, что есть вещи, о которых не стоит говорить слух. И нужно очень-очень с большой осторожностью говорить слух. Когда мы говорим о человеческих отношениях, то есть некий уровень, некий предел, далее которого не стоит описывать слова. И это касается не только людей. И это касается второй, может быть, половинки того, что связано с Каббалой, и в том числе с Каббалой, которая там связана с Джекатилой, с Соругом, и связана очень, насколько я понимаю, с Ренессансом, с Герметизмом. Это понимание того, что… Ну, то есть, скажем, я могу это объяснить как восприятие слов молитвы всерьез. Если в молитве сказано, что «ты один, имя твое одно, и евреи народ один на земле», это не случайно. Поэтому есть очень-очень большой смысл. Как наверху, так и внизу. Изглубой скрижаль, так и с такой точкой. И очень многие аспекты, определяющие Всевышнего, его ехуд, ехуд и клалиют, они касаются и каждого человека в отдельности. У него есть потрясающая такая телега, когда он говорит, что почему человек воспринимает, может достичь уровня воспринятия Всевышнего, понимая, что Всевышний один. Как это может достичь? Правильно? Потому что человек, он сам ехида. Потому что самый высокий психологический, духовный уровень человека – это его единство. Ехида – это одно из названий души, в принципе. Самое высокое. Смешная такая идея. В Хабаде, я думаю, его очень полюбили. Так вот, когда он говорит про политическое устройство, он начинает с вещей очень тривиальных, простых, занудных даже. Он приводит комментарии всяких разных, там, муарин, даже, не важно, комментаторов, сравнивающих греческий подход к плите и современности, модерн, XIX век. В одном случае говорится, безусловно, о правлении лучших, как идеальном виде правления, а в другом, безусловно, о правлении народа, как идеальном правлении. Как такое может быть? Это противоречит на чем основа? Ну, понятно, что на самом деле здесь есть некая подмена, потому что, когда мы решаем, что у нас главная задача нашего общества, государства и так далее, то совершенно разные правила игры. Если мы считаем, что задача государства достигать, как-то сказать, максимальной благости, максимального достоинства людей, то понятно, что к этому могут вести только предельно достойные люди. И желательно и семьи, которая предельно достойна, чтобы у него папа был достойный, дедушка. Понятно, что они избранные, в том смысле, что их никто не избирает, они помазанные бомбы. Они носители харизмы, которые в настоящем смысле харизмы, а не пиар. Типа арестократии? Например, типа царфилос-платон. Или аристократии? Ну, аристократии. Лучшие правления лучших аристократии. Если мы считаем, что цель государства – это всеобщее материальное благо, то тогда, вообще говоря, лучше бы, чтобы все в этом были участием, все несли ответственность, все каким-то образом участвовали в рыночных операциях, потому что ни один человек продумать благо всех не может, голове не удержать, модель они составят, попытки, и блок кончаются. А вот когда все ответственны, у всех общая цель, все несут свой вклад, и все как бы в равной степени могут проголосовать, замечательно, демократия. Он говорит, ну хорошо, а евреи куда попадают? И оказывается, что евреев есть и то, и другое. Ну, понятно, можно не объяснять. Дальше он начинает объяснять, как такое вообще может быть, и происхождение этого, вдруг у него аргумент, для меня, ну, в общем, сносящий голову. Он говорит, это очень просто. Понятно, что государство, не дай бог, чтобы государство занималось вопросами душевного развития и, как это сказать, не знаю, платы и прочее, вот как переводится слово, как добродетель, да, вот не может государство стремиться к увеличению добродетеля своего населения, потому что у государства души нет. Потому что добродетель это там, где есть ехида, там, где есть душа, там, где есть отношения на уровне ехиды. То есть царь это может? Да, с первого смысла. Вот в том-то все и дело. Если мы считаем, что царь это государство, он не может, потому что он это делает как человек, он в качестве государства, во главе государства. Царь это не государство, это личность, которая считает... Вот вопрос чего, личность чего, это как раз сейчас наконец-то попали в точку. да, если мы под царем понимаем государственного деятеля, который, так сказать, оказался на верху пушки пирамиды, это одна история, а если под царем мы понимаем некую личность, в первую очередь, которая действительно является мотором, это уже совершенно другая история. В классическом понимании, не в том, как мы пытаемся сегодня в Питере, царь это личность, которая считает народ частью себя. А это классическое понимание. Нам это очень далеко. И такое понимание. Нам это очень далеко, но... Вот, когда народ считает частью себя, на мой взгляд, и я, я смогу на себя сказать, что на мой взгляд и на мозгах, он из личности духовной превратился в государство бездуховное. Да, 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 да. Это как раз Блибиапан, это как раз платоновская версия монтоновское государство, которое оборачивается немедленно, так сказать, некую... В больших словах, я бы сказал, что в споре между Лобком и Юмом, Бономозов, конечно, на стороне Юма, но неважно. Это про другое. Вот, но... мне кажется, что и царь обычно приближает к себе таких людей, которые с ноль-три и дух, которые дальше занимаются делами, а на другими делами, да? Вот, частично это может быть связано с религией, которую он выбирает. И государство, даже демократическое, оно заботится о том, чтобы такие люди, какая-то глава церкви, посредством воспитания, посредством... Окей, сейчас, я чуть-чуть еще до этого дойду. У тебя время не царь получилась. Ну, что, пойдем. Софта все равно нет. Не особо нету, а докладчики... Значит, я думаю, здесь две вещи нужно сказать. Значит, во-первых, вы не забывайте, что мы сейчас говорим про догматику отмогительного. Нас очень интересно, каким должно быть. Мы сейчас смотрим немножко в корни. То, что бывает, бывает. Я бы сказал, что раз оно так бывает, чаще всего это футбол. Чаще всего там царь, приближая к себе кого-то и делая аристократию, делает вид, что он занимается, как сказать, я опять слово забыл. Добродетелю. Что-то это слово добродетелю. Да. Трудно у меня с этим словом. Вот и этот фрейм. Значит, с одной стороны, с другой стороны, когда общество, демократическое типа, начинает заниматься поисками добродетелей, там, социальной справедливостью, выращиванием нашей новой элиты духовной и так далее, это тоже очень сильное подозрение. Когда на мои деньги долгоплательщика мне выращивают элиту, как-то вот меня это немножко пугает. Я думаю, что на базовом уровне дихотомия такая есть. Дальше, после этой дихотомии, как всегда, начинается очень интересное взаимодействие. Дальше у него есть некая такая странная, странный рассказ, он говорит, что действительно, на самом деле, выясняется, что государство там, оно, в конечном итоге, даже не желая того, оно приводит к тому, что люди в нем получают, возможно, для развития. А люди, с одной стороны, как бы занимаясь там развитием, они приводят к тому, что государство становится более стабильным и так далее. Это все интересно, это можно обсуждать. Но дальше он выходит на уровень, вот тот самый, на котором в какой-то момент нужно замолчать и остановиться, потому что он говорит, что смысл всего этого, истинный смысл всего этого, вот какого-то сопряжения, понимания того, что есть некая материальность, и не нужно изображать, что она духовная. Есть некое духовное начало, и не нужно изображать, что оно материальное. Необходим диалог между ними, гармония, какая-то связь. И эта гармония и связь, на самом деле, они имеют очень, очень тонкую природу. Потому что, когда мы говорим про Ашем и Хату Шмой Хат, или когда мы, простите, говорим про Тверд и Молхут, или когда мы там говорим про всякие другие слова, на самом деле, мы по большому счету говорим именно про это. То есть, речь идет о том, что происходит, ну, если хотите, может быть, происходит возвращение Божественного Присутствия к себе домой, то есть, Галучешкина, который кончается. И там трагедия, в частности, того, что этот текст, о котором я говорю, очень политический текст, на самом деле. Потому что текст, описывающий структуры формирования государства как процесса, как прохода через некие этапы, как ситуации, когда по-настоящему эти самые цели государство уже может выполнять только в том смысле, только в том случае, когда речь идет не просто о механизме политического управления, наборе чиновников, а когда образуется какая-то структура, ткань, в которой существует общинная жизнь, в которой существует искусство, в которой существует личная жизнь как части этого, как лики этого облика, это все получает смысл. В каком случае, когда за этим стоит, просвечивает вот это самое, не знаю, небесный брак, если хотите, или возвращение, возвращение шхины к себе домой. Трагедия в том, что это пишет человек, находящийся в ситуации, когда тот, кто эту шхину может вернуть домой, мертв. это текст, написанный во тьме, это текст, написанный тогда, когда шхина домой по определению вернуться не может, потому что дома нет. Это похоже, это все, наверное, все похоже. Значит, Игорь, я думаю так, я надеюсь, что ты заинтересовал всех, меня поприятно точно, у меня даже возникло много мыслей и вопросов, но, значит, у меня есть такое продолжение, во-первых, сколько мы так закрутили, еще есть два небольших сообщения, мое предложение такое, что все, у кого есть вопросы, я уверен, что они есть, у меня точно, Игорь, мы их откладываем на немножечко похоже, и потом я предлагаю сделать специально сречку по фону для Агбана Мозжка. Одну хулиганскую фразу можно? Одну хулиганскую фразу еще одну. Это уже вы с вами. А кто считает? Я. Сейчас есть. Да. Ну, значит, одно хулиганскую фразу. Значит, Я. Курган Санс был. Иоанн Петух Кулианов, самый интересный следователь Нонсанса, который был, который неизвестен пока не менее. То, что были, что-то так и знают. Он утверждал там, извечая на себе причины, как и так, Бойна Мадолла и Чандарна Бруна, что вообще говоря, самая интересная, самая центральная часть Ренессанса была Ренессансской философией. Был интерес к магии. Это забавно, потому что, когда я упоминал разных раввинов, которые связаны с Ренессансом, интересно, что почти все из них так или иначе высветились в этой самой области, которая, которая вообще, говорят, сегодня тоже является политической, ну, некорректной, ну, магией, неприличной, может, закомбанией. Укулярность очень интересная мысль, что там магия, о которой говорит и Джордана, и Массиво Хичина, это на самом деле герметическая магия, которая потом, пройдя через какие-то перерождения, отрицания, запреты, выплыла, несмотря на модерн, и сегодня это именно то, что называется массовой психологией, пиаром, не знаю, там, политическими, управлением массовым сознанием. Магия, магия Джордана, это магия, магия связи, которая связана не с тем, что я создаю материальные объекты, а с тем, что я влияю на восприятие других людей, там, или формирую их, или, наоборот, к ним прислушиваюсь. Не пулять. Это можно назвать, да, дальше к этому можно по-разному относиться. Можно назвать манипуляцией, можно назвать, наоборот, что манипуляция это некая профанация, а это, наоборот, некий элемент творчества и так далее. Кстати, говорит, примерно тем, что я, наверное, работаю, к политике никакого отношения, но, тем не менее, попытка выяснения психологических аспектов с помощью, например, машинного обучения и пиктурии. Вот вещь, которая для меня, например, загадка, я этого не нашел. Давайте обсудим оффлайн. Что? Что-что? Оффлайн. Сморяксморшем. Да, значит, то, чего я не нашел, после всего, что там Идель говорил про связи Банамозака с Венессансом и сам Банамозак говорил, вот я не нашел у него никаких работ или никаких упоминаний этой темы. А у меня сильное подозрение, что если бы он про это писал, то у него бы это приняло бы очень сильное политическое образование. Вот именно связанное с массовым сознанием и строительством государства. И я не знаю, честно говоря, какой на это, можно к этому относиться резко отрицательно, можно резко положительно, можно просто в качестве аналиста, но вот это вот некая дырка, которая, мне кажется, должна быть, но я ее не нашел. Игорь, я думаю, что мы действительно все-таки сейчас большое спасибо передадим. Это была одна процедура? Это было совершенно интересно. Меня, честно, перед меня очень тяжело подозрение ставишь, потому что у меня очень много вопросов, я ее сейчас не могу задать, но немножечко подождемся, поэтому я хочу, видимо, передать порядок, который я обозначен, вы же так же видите, я думаю, что я совсем на другой вселенной сообщение, но тем не менее, ну, присаживайся, Зайд Канин как раз именно человек, который занимается политикой профессиональной, в смысле политикой исследований, политологией, политологией, но сегодня у нас не политический форум, поэтому сейчас не политология, то есть не политическая. Говоря проще, я не рыба, я истеолог, поэтому вот... Вы наш что-то стоять, да? А? Вы наш что-то его. Никто, никто, если вы нестеолог, если будешь стоять, то... Да, я буду стоять. Господа, ну, прежде всего, с кем я знакомый зовут Зайд Стефанин, я преподаю политические науки в Баррелане и Барриэле и социологии еврейского народа, и, честно говоря, я очень боюсь вас разочаровать, потому что, не будучи философом, я не претендую на такое глубокое философское спасление действительности, как вот сделал Игорь, как я знаю, любит Илья и любит большинство присутствующих. в Баррелане. я думаю, люди, 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 люди разные. Да, да, я, в общем-то, люблю, как бы сказать, свою науку, моя наука называется политическая антропология, поэтому я попробую высказать несколько тезисов в отношении действительности, которые нас окружают в течение тех 20 минут, которые, как предупредил Илья, выделяются каждому докладчику. Нет, я обещаю не больше. Итак, прежде всего, как политическая антропология, которая, как хорошо известно присутствующим, является наукой, которая анализирует политическую действительность с точки зрения культурных ценностей и предпочтений личности, индивида и групп, к которому он принадлежит. Так вот, как, в общем, с такой точки зрения можно объяснить ситуацию, в которой мы сегодня оказались? Первый тезис, мы находимся в состоянии, то, что называется на иврите политического пломпера, то есть политического тупика или некой безысходной ситуации. И анекдот последнего времени, он уже не кажется анекдотом, о том, что 2 марта мы будем голосовать двумя бюллетенями, и это не то, что вы все подумали, это не бюллетень за список партийный и один и другой за премьер-министра, а один бюллетень на выборы в Кнессе 23-го, а второй 24-го создали. Так вот, соответственно, и долгая история, и не очень понятно в свете того, что сегодня происходит, как долго это будет продолжаться, потому что, в отличие от других стран, регионов, в которых мы находимся, мы, к счастью, лишены тех простых решений, которые могут себе позволить арабские страны, африканские страны, Турция, но обычно в таких случаях они прибегают к военному перевороту или к популистской революции, и тогда проблема, в общем, она рассасывается сама собой, появляется много других, но это уже второй вопрос. Так вот, похоже на то, что израильское общество не готово позволить даже авантюристам пойти по такому пути, а мы все, вероятно, будем искать решения в рамках либеральной демократии, которую с большими издержками, в общем-то, в этой стране нам удалось построить, переходя от эпохи полуконкурентной демократии эпохи Мапай, первых там 30-40 лет истории страны и еще, до двухпартийной двухблоковой системы 70-80-х годов, эпохи партийного полиморфизма 90-х годов, экспериментов шаранистского типа с возрождением эдакой вот центрической партии власти в центре израильского политического спектра и экспериментов путем ее возрождения уже в наши дни, путем того, что мы называем широкое либеральное правительство или как там по его, или правительство национального единства, попытка его создания, как бы это все ни называлось, какими бы политиками это не предлагалось. Второй тезис, как мы дошли до жизни такой. Есть три мнения, как хорошо известно. Первое мнение с таким более фокусированным взглядом на вещи исходит из того, что виноваты во всем политике и персональные амбиции. Один конкретный политик или несколько конкретных политиков, которые вот и так далее, особенно много говорят о известном нам политике, который, конечно, и правительство развалило, часовну тоже вместе с ней и все остальное, да, и вообще фуя-фуя-фуя-фуя, потом на роль этого самого фуя-фуя-фуя выдвигаются остальные персонажи. Короче говоря, все дело, так сказать, в личных амбициях, и стоит только кого-то убрать, кого-то поставить, и проблема разрешится сама собой. Второй взгляд новейший, второе объяснение ситуации, оно исходит из несколько более широкого подхода, сторонники которого полагают, что просто сейчас, именно сейчас, не то, не после, ну, когда-то это должно было случиться, на поверхность вышел пакет перекосов израильской партийно-политической системы, который накапливался, 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 вот, и, так сказать, персональными перестановками проблему не решить, а нам нужно провести реформу нашей политической системы. Предлагают всякие там разные варианты от отказа от пропорциональной системы выборов в пользу мажоритарной, то есть разделить страну там на 60, на 120 и прочих избирательных округов, ввести президентскую систему, повысить до самого не могу электоральный барьер, ну и так далее, то есть какие-то технические решения, которые вот теоретически должны поставить все на свои места, если вы слышите в моих словах некую иронию, то она там есть, в общем, и на мой взгляд, скажем так, общественная, социальная, политическая материя, она намного сложнее, чем механические средства ее уточнений, исправления, потому что любое вмешательство вот в это вот живое, живой организм, да, он приводит к тому, что он реагирует так, как реагирует, и в итоге там, я не знаю, повышение ректорального барьера привело к созданию там, я не знаю, объединенного арабского списка, например, да, который резко повысил свое политическое представительство, или наоборот, к уходу с политической арены целого ряда субъектов, да, о чем нам, так сказать, кто-то сожалеет, кто-то радуется, но это уже второй вопрос. И третий подход, о котором я пытаюсь, может быть, сказать чуть меньше иронии, это мой третий тезис на сегодня, это то, что на сегодняшний день израильское общество оказалось ситуацией, когда появился некий запрос, то есть то, что мы видим, правильно сказать, то, что сейчас мы видим, это некое внешнее проявление вот того общественного запроса, который есть сегодня у большинства израильтян по отношению к переосмыслению идентичности государства Израиль, того, что мы называем еврейское демократическое государство. Вот этот вот запрос, он появился в ситуации, то, что называется, я бы назвал это проблемой богатой, боюши расширеем. Израиль на сегодняшний день оказался в ситуации, в которой никогда не было раньше. Израильтяне, правильно это или неправильно, оставим сейчас в стороне, не чувствуют, что мы находимся перед угрозой выживания. Израильтяне чувствуют то, что они живут, это вилла в джунглях, в которой мы живем, она вполне безопасна, забор высокий, защитить себя может, все эти средства электронного отслеживания, безопасности и так далее и тому подобное, они многократно превосходят все те возможные вызовы в этой сфере, которые может представить нам вот эти вот животные, которые, не обижая никого, которые находятся в этих самых джунглях, которые время от времени выходят на яркий свет в надежде там что-нибудь отгрызть, ничего у них там более-менее не получается. Такой полуанекдот, я уж не знаю, за какие заслуги россияне, российское Министерство обороны меня регулярно зовет на московскую конференцию по безопасности. Я уж не знаю, чем я... Вот, и я почему-то всегда оказываюсь в одной панели или с сирийцем, или с иранцем, да, и это так забавно, вот, и как... и каждый раз снова. Да-да-да, абсолютно, да, потому что больше... Там еще много... Там, да, там обычно потом, ну, а забавнее всего, когда четвертый и пятый это, например, марокканец и египтянин, да, и когда я там несу свои эти сионистские выражения, да, иранец драгивает, сирийц, вспоминающий ему уже сказать что-то про государство крестоносцев, да, египтянин загадочно улыбается, а потом жмет руку и говорит, молодец, так и надо. А марокканец, ну, строго, говорит, ничего толком не может сказать, потому что таких инструкций от короля он не получал. Так вот, строго говоря, в... Ну, ну, лучше всего после этого подходит какой-нибудь там генерал из генштаба, говорит, так вспоминается анекдот, правильно ты им дал, по рабочим, правильный, светил положить. Ну, короче говоря, в... я же говорю, я про Иран ничего не говорил, ты не говорил, но мы терпеть не можем. Короче говоря, в... как бы так сказать, одна из интересных разговоров, которые происходят там вокруг, это все-таки наши отношения с Россией, и наши отношения с Россией, они строятся не только на том, что они, так сказать, это уже не Советский Союз, и там там свои другие там интересы, другая конфигурация сил, но они не заинтересованы в столкновении с Израилем, потому что они понимают, что и маленький Израиль, и большая Россия сопоставимые по военной силе технологические, политические, военные субъекты, да, не в региональном контексте, а в глобальном контексте, да, вот, с той лишь разницей, что у нас есть то, чего у нас нет, а у них об этом объявлено официально, а в остальном, скажем так, военная доктрина, извините, ради Бога, за цинист, так вот, военная доктрина как бы Израиля исходит из того, что ни одна армия Ближнего Востока ни вместе, ни по отдельности против Цагала не имеют шансов, правда это или нет, это, так сказать, вопрос второй, но, по крайней мере, в израильском обществе подобная точка зрения, она на уровне сознания или подсознания, она более-менее утвердилась. Израильское общество не чувствует угрозу голода, дефицита воды, то есть, как бы, на наших глазах эти вот проблемы, они более-менее решены. Израильское общество не чувствует, что оно должно кого-то догонять и перегонять в Советский Союз, да, потому что на сегодняшний день, скажем, уровень дохода на душу населения понятно, можно говорить о том, что макроэкономический показатель, замечательная микроэкономическая «Все так хорошо, то почему все так плохо, да, где я могу получить свою долю?» Но в целом мы можем говорить, что если макроэкономика задает рамки, да, то последние 10 лет были, наверное, лучшие в социально-экономическом плане за долгие годы, так сказать, в истории страны. там, как-то я там, листая российские каналы, попал на канал «Дождь», да, и кто-то там в ерничании говорил, что вот если сравнить расходы какие-то там на социальные услуги среднестатистического российского гражданина и расходы на животных в московском зоопарке, то выяснится, что российский гражданин, он уже не ежик, но еще не ослик, да. Мы в этом смысле, мы уже не французы, но еще не англичане, да, то есть по уровню дохода на душу населения мы впереди Италии, Испании, Франции, но позади Великобритании и Германии, да, на сегодняшний день. Третий момент, и с этим, в общем, более-менее связаны те обстоятельства, что израильское общество может себе позволить подумать о каких-то вещах, которые не касаются непосредственного выживания, да. И когда это случилось, выяснилось, что израильтяне довольно консервативны при всем нашем восточном динамизме, вот таком вот, да, размахивании руками, спорах и так далее, что израильтяне довольно умерены в своих взглядах, что основные концепции, которые, так сказать, традиционно считаются, являются главным водоразделом партийно-политического поля Израиля, единая земля Израиля, эра-сестра и шлема, с одной стороны, да, а с другой стороны, там, типа, все отдать, два государства для двух народов, по зеленой черте, с разделом Иерусалима, с признанием ответственности из-за возникновения проблемы палестинских арабских беженцев с, так сказать, с необходимостью ликвидировать поселение, а потом долго, так сказать, бить себя в грудь и каяться, да, и стать вот этой частью нового Ближнего Востока, вот то, что казалось, это и есть основные максимы, которые противостоят, они на самом-то деле, они ушли далеко на периферию партийно-политического и вообще идеологического спектра Израиля, да, в Эресустральш-Лима признаются, так сказать, к своей привязанности этой идее многие, но реально, партии, которые выдвигают эту идею, поддерживают 7-8% израильских избирателей. На другой стороне израильского партийно-политического поля абсолютно выдохшийся процесс осла, то есть доктрина норвежского процесса, она на сегодняшний день осталась в дипломатическом, политическом, идеологическом, немножко правовом дискурсе, но на практике все прекрасно понимают, что типа все, да, Бобик сдох и жучка замуж. Тема абсолютно закрыта, да, и только остается на уровне некой такой фигуры речи, да, потому что оно так утвердилось вот в этом международном дискурсе, что просто сказать, что вот мы выходим мы все эти глупости и их отменяем, да, никто не готов, потому что этот вопрос, кто первый сказал, кто из Петров Ивановичей, да, который в Иерусалиме или который в Романе, да, никто не решается первый сказать, что тема закрыта более-менее. Ну, а основной спектр израильский, он, в общем, оказался процентов 70-80 процентов израильтян, они более-менее согласны в вопросах о рамках, как бы и дискутируют только по вопросу как, да, все более-менее согласны, что восточная граница Израиля это Иорданская долина, более-менее все, да, все более-менее согласны, что никакого палестинского государства не будет, то есть палестинского арабского, палестинско-еврейская есть, как мы знаем уже, да, но называется Израиль. Все более-менее согласны с тем, что какую-то форму политического самоопределения для арабских анклавов, находящихся между рекой Ордан и Средиземным морем, Средиземным морем надо придумать, да, и эти анклавы находятся, как мы знаем, по обе стороны зеленой черты, какой-то статус, какую-то форму определения для них, так сказать, нужно более-менее создать, выставить в каждому из них какой-то, так сказать, свой курс. И в этом смысле, поскольку все более-менее понимают, но дискутируют на тему, как этого добиться, какой механизм должен быть, да, и должны мы ли мы это произносить вслух, как делают, например, так сказать, более правые части политического спектра. Ни в коем случае это вслух не произносить, а произносить, что на самом-то деле мы остаемся приверженцами предыдущей концепции «Два государства для двух народов», как это делают в левой части политического спектра, или как предлагают центристы, правые и, собственно, центристы, да, ничего никому вслух не произносить, а просто все это тихой сапой, так сказать, либо саботировать, либо продвигать, так сказать, тот или иной процесс, это просто тема более-менее тактики, да. И вот в этой ситуации, поскольку на уровне инстинкта, интуитивно, или на уровне, или сознательно, да, основная масса израильского избирателя это понимает, на первый план выходит вот вещь, которая вот когда-нибудь, мы все себе говорили, что, ну, пока мы решим первоочередные проблемы, а вот сегодня, а потом когда-нибудь у нас дойдут руки. И вот вдруг, неожиданно для нас, руки у нас для этой темы дошли, да, нам вдруг выяснилось, что нам нужно подумать, а вот что такое государство Израиль, какова его идентичность, что такое еврейское, что такое демократическое, что такое еврейское демократическое государство, какое место Израиль должен занимать в еврейском мире, в чем должны состоять взаимоотношения Израиля и диаспоры, это не периферийная тема, там, для высоколобых в университете или там, для некоторой группы чиновников в Сахмуте, да, это оказалось вполне себе тема, которая стала вот частью Израильской общенациональной повестки дня. Если справедливо последнее, ну тогда нужно за неимением достаточного количества неевреев, нужно в нееврея записать всех, например, как предлагает уважаемый Раф Юсеф, всех, кто приехал из бывшего Советского Союза. Или в нееврея нужно записать избирателей конкретной политической партии. Определенно всех, хотя никакие социологические данные, которые есть в нашем распоряжении, подобного тезиса не подтверждают. Но, окей, это, так сказать, отдельный сюжет. Что? Генетику еще не пробовали. Не понял. Генетику говорю не пробовали. Еще раз. Генетику не пробовали. Нет, генетику не пробовали, да. С генетикой у нас не очень хорошо, да, обстоит дело. Вот. У нас много геров в предках, да, поэтому лучше не проверять. Короче говоря, в целом, где же проходит этот водораздел? Собственно, в этом состоит мой завершающий тезис. Этот водораздел, вы удивитесь, мысль абсолютно свежая, проходит между сионистским большинством и несионистским меньшинством, да. К сионистскому большинству относятся довольно большие группы населения, которые включают в себя достаточно широкий спектр от хардальников, хариди да тилиуми, справа до полусионистских групп. В левой части политического спектра, которые, ну скажем так, на партийном уровне идентифицируются с Мерец. И, в общем, а между ними, от партии труда до там условных НДИ, Ликуда и новых правых, да, находятся разные комбинации, разные варианты понимания того, что есть сионистское еврейское государство, да, и каково место должно быть двух основных компонентов там, которыми являются этнос и религия, мы прекрасно с вами понимаем, да. На самом-то деле на этих выборах, на мой взгляд, окей, господа, моя точка зрения, и вы с ней абсолютно вольно не соглашаться, да. Так вот, стало быть, на мой взгляд, собственно, дискуссия, которая происходит на этих вот третьих уже выборах за последние 12 месяцев, они проходят не между теми, которые хотят превратить Израиль в гойскую страну, и теми, которые хотят сохранить ее еврейский характер, да, а дискуссия между двумя подходами о том, что есть еврейское государство. Иными словами, что есть еврейство, это до там до, это то, где доминирует религиозный компонент, или там, где доминирует это национальный компонент, да. Подобная проблема была заложена, как мы хорошо с вами знаем, это мой последний тезис, заложена была в тот момент, когда в израильском обществе, скажем так, когда на заре сионистского проекта и государства Израиль формировался процесс выстраивания вот этой вот нашей новой еврейской культуры, да. Как там эта дурацкая российская песня поется, я его слеплю из того, что было, да. Ну, так сказать, было понятно, так сказать, то, что сохранилось посредством религиозной традиции, были взяты вот эти вот религиозные элементы, да, из них построили то, что мы называем советскую сионистскую культуру, которая, в общем, в отличие, скажем, от двух моделей еврейской идентичности в диаспоре, западная модель, религиозная и восточная модель, я имею в виду восточноевропейская, да, этническая, да, она в Израиле и то, и другое, мы прекрасно понимаем, она этноконфессиональная. И вот это вот соотношение религиозного компонента, конфессионального и этнического компонента, какое-то время оно уживалось более-менее друг с другом, ну, можно привести там массу примеров, ну, например, тема геюра, да, которая довольно актуальна, по всем опросам, которые я видел, которые проводил, они показывают, что проблему неевреев в Алие, среднестатистический израильтянин, абсолютно светский или слегка традиционный, он видит никаким другим способом, кроме как обьюривание, да, всех. Идея простых решений, которые идут справа, а именно изменение закона возвращения, да, то есть отменить внуков, отменить там половинок, отменить детей, всех отменить. И, или, так сказать, те, которые предлагают, то, что нам предлагают слева, да, превратить Израиль в государство всех граждан, отказаться вообще от немодной в наше постмодернистское время национальной идеи, да, она подавляющей большинством израильтян не воспринимается, да. И вот, скажем, некоторое время назад, четыре назад, мы проводили довольно большой опрос, что израильтянин среднестатистически, он думает о том, как решить эту проблему. И все говорят, нужно способствовать, изменять закон возвращения не надо, но нужно способствовать их переходу в иудаизм, так сказать, путем геюра, да. Следующий вопрос был о какой иудаизме, да, так сказать, какой геюра. И этот, вот эти вот наши расслабленные, левантизированные, жрущие там то, что религиозные люди не едят, да, израильтяне говорят, ну, странный вопрос, если суммировать, да, конечно, ортодоксально. То есть это по-прежнему израильтяне, это те люди, чья синагога, в которую они не ходят, это синагога ортодоксальна. И они предлагают способствовать. Что это значит, это хорошее. Огромное количество народу, что они не желают, что у них нет. Это отдельная тема, у меня на это еще целая книга написана, с удовольствием мы ее пошлю. Если коротко, Костя немножко ушел, да, в начале 90-х годов был способ решения проблемы. По тем исследованиям тех лет, которые я видел, люди, которые приезжали в Израиль и понимали, что они с точки зрения принятой здесь традиции не являются евреями, они чувствовали некоторые неудобства, да. И это неудобство, оно сохраняло в течение пяти, семи лет, когда их можно было всех взять тепленьким, взять за шабры, да. И ровно то же самое, что было сделано на рубеже 60-70-х годов. Нет, его по мне не надо сравнивать. Эфиопа — это Тная-Алия. Тная-Алия — это Геюх, да. Это не касается лиц, подлежащих закон о возвращении. Совершенно другая тема. Это люди, которые, так сказать, гуманитарным соображением по закону о въезде им разрешено в соответствии с квотами, которые определило израильское правительство, по причинам, которые мы оставим пока за скобками, да, за скобки, но, так сказать, лобби, которое это дело продавило, оно же предложило и решение проблемы. Окей, давайте мы будем считать, что они типа наши, мы их должны привезти, но условием их привоза будет геюр, да. И тогда, соответственно, 99,7%, 80% по последним данным выходцы в эфиопе, они проходят облегченные геюры типа в суд, да. На рубеже 60-х, 70-х была другая тема, так сказать. Общество, то, что называется, Миша Дерет, это 40 лет гаер, сегодня этого нет, так сказать, по-русски. Общество транслировало желание того, чтобы, так сказать, статус неевреев по Галахе был формализован внутри еврейского коллектива этим способом. Да, тема закрыта, это 60-е, 70-е годы были. Но тогда, никого не хочу, не дай бог, обижать и становиться не на чью сторону, но тогда равенат был сианистом, религиозно-сианистом. Так вот, это не политическая декларация, в коже у вас. Стало быть, в... Ни в коем случае. Ни в коем случае. Так вот, стало быть, когда мы пытались понять, а почему израильтяне думают так, выяснилось, что среднестатистический израильтянин, для него израильскость — это вот наш гражданский коллектив. Все флаги в гости к нам. А вот еврейскость — это тема ближнего, семейного, товарищеского, такого узкого круга, в который они не очень охотно пускают чужаков. Если они готовы открыть этот самый круг для людей со стороны, то все должно быть по полным правилам, так сказать, чтобы эти люди соблюдали то, чего они даже в страшном сне соблюдать не собирались. И на сегодняшний день я с вами абсолютно согласен. Ну, если поезд еще и не ушел, по крайней мере, где-то предпоследний вагожный уже отходит. Окей. Что? Нет, есть как бы огромное потери действий. С обеих сторон. Со стороны Хардана. Абсолютно верно. Со стороны... Да. То есть такое впечатление, что это не совсем четкое решение, хотя, так сказать... Или совсем не решение, да. Здесь индексация в том, что поезд ушел или почти ушел, говорит о том, что поезд, может быть, не туда идет. Поэтому, может быть, все удовольствие... Да, я понимаю, что у нас, так сказать, это богатая аллюзия может воспровести, так сказать, на... Если можно, я маленькую реплику на правах, так сказать, исполняющего роль ведущего. Ведущего ведущего, к сожалению, с опытом, значит, оказалось. Вот я совершенно не ожидал, что ты, при том, что абсолютно с противоположной, действительно, стороны Вселенной Харьей, чем говорил Игорь, между тем, говоришь совершенно почти то же самое. Я совершенно, я не знаю, как ты говорил, да, я совершенно не ожидал, потому что он ведь в качестве главного тенниса сказал, что есть евреи и северные люди, вот, и что, то есть один из главных теннисов, вот есть этот дуализм, который нас разрывает, а, может быть, наоборот, является нашим, наоборот, потенциал или наш потенциал. А ты говоришь, что это и есть проблема, очарки, этнические... Окей, тут я, обругав тех, которые являются сторонниками простых технологических решений, готов встать на их сторону и сказать, что и в этом случае технологическое решение есть, да. Это технологическое решение осуществляется путем предложения израильскому обществу объяснения того, что это и может быть решением ситуации, да. И тогда вот этот вот контекст, общий общественный контекст, попытка возрождения инклюзивности в израильском политическом поле, да, готовность принять, отказаться от концепции эксклюзивности, кто не с нами, кто против нас, да, официальными религиозными и политическими инстанциями, она, в конце концов, может отчасти создать некоторую динамику, которая будет втягиваться в новые группы населения. Мы, например, знаем, что, как, например, возник феномен Большой Алии. Феномен Большой Алии начал со стоненького ручейка, да. И, а потом вдруг выяснилось, по разным подсчетам социальных антропологов, да, когда один человек из диаспоры уезжает в Израиль, об этом начинают говорить, говорят 5-7 человек, да. Вот. И при определенных проактивных действиях государство Израиль тогда в начале 90-х предприняло масштабные проактивные действия. Это тоненький ручеек. Эти 5-7 человек, они не только говорят, они начинают собирать чемоданы, да. В тот момент, когда в группах, скажем, русскоязычного населения, почти 60% которого живут в таких, как можно назвать, рекузеатусе, в концентрированных сообществах, да, себе подобных, да, когда там появится не один человек-чудик, о котором все говорят, ну, там ненормальный, что он там ходит, так сказать, время тратит, да. Когда таких людей будет некое, какой-то демографический минимум, они начнут оказывать влияние на людей, выяснился, что... Окей. И последний момент, так сказать, последний тезис. Я не очень понял. Да, я тоже не очень понял. Последний тезис как? Конструктивное предложение, на мой взгляд, смотрите, окей, есть три конструктивных предложения. Первое конструктивное предложение — это особо трепетное отношение судам по вопросам геюра к этим самым всем герам, да, так сказать, брать их за руку и доводить их до конца, до Бейт-Дина, объяснить им, да, что не сразу Москва строилась, да, что, так сказать, все, делал постепенно, и все, так сказать, типа, хорошо, давайте начинать с малого, и постепенно это все придет, да. И наиболее активно полагают, эта модель может работать в тех местах, где время человека принадлежит не ему, а государству, в армии, например, да. Все вот эти вот армейские курсы геюра, которые в целом... записываются, которые оказались не настолько эффективны, как мы ожидали, да. Что? Я понимаю. А в тюрьме есть, спасибо. Что? А в тюрьме есть, спасибо. А в... кстати, я не знаю, но мысль интересна. В... в... это все есть. В... да. Так, второй подход, это подход Рава Амсалем, известно вам, да, то, что мы называем, то, что Петя Полонский, Пинкас Полонский называет эгьюрма сорати, то есть Рав Амсалем сформулировал со своей восточной племотой, он сказал, если люди будут уважать еврейскую традицию, так или иначе соблюдать шаббат и праздники, плюс-минус кашурух, да я их, да. Вот. А дальше, как говорится, динамика процесса их потащит за собой, да. Сказав А, люди скажут Б. Третий подход выглядит так. Вот это то, что называется эфиопская модель, да. Мой коллега по университету Бар-Элан, Ашка Коэн, крупный специалист, так сказать, по проблеме того, что он называет, то, что он называет, социальный ги-юр, он сказал, ну, я видел две, слышал две точки зрения, да, на этот счет. Первое, это загнать всех в Средиземное море, произвести богословение и вывести оттуда и время. А море расступится? Да, да, да. Если море расступится, тогда конечно, тогда всего лишь не против. Если нет, значит, был за. Вот. И второй подход, это утроить теракт в министерстве внутренних дел, чтобы обязательно сгорели компьютеры. А потом, когда все компьютеры сгорят, где записано, так сказать, Мерша Махмусин, да, со всеми там, особенно тот файл, где указан статус, да, евреи, не евреи и другие, да, то, соответственно, всех потом, так сказать, писать евреям. Он, конечно, похихикал, посмеялся, но глядя в его честные глаза, понял, что не очень шутка. Но, в общем-то, вот, поэтому, учитывая, что, учитывая, что мне тут было забавно посмотреть, на днях получили новые данные из ЛАМАС, из ЦСБ, по поводу соотношения происхождения выходцев с конкретных стран с профессиями, которые они осуществляют или приобретают в Израиле, да. Ну, вот, наверное, для вас не будет сюрпризом, если выяснится, что выходцы из бывшего СССР составляют примерно 18% еврейского и примерно 12,5% по 13% общего населения, да, но среди работников хай-тека они составляют 27% на сегодняшний день, да. Так что, найдутся работники хай-тека, патриоты, которые... Да. Ну, хорошо. Такого, стало быть, в... Да, пожалуйста. Только одна маленькая ремарка, когда-то началась очень давно, Куша, у Рава Майдана, и он нам, своим ученикам, как сейчас помню, сюда, у него дома, рассказал, что вот он считает, что необходим массовый тур на основании прецедента космонийского моря, что эти люди, которые тут решают. Понятно, то есть, и что он ходил тогда, ну, в Адмире, мы знаем, Лау, дед, и он ходил, что, ну, в Адмире, Лау, он сказал, что вот, в следующий день, это правда, но Харидим этого нет. Я понимаю, но Харидим не примут ничего, более-менее, да, так сказать, никаких предложений. Или примут. Это вопрос, так сказать, второй, вопрос диалога, да. Дальше мы переходим на хрупкий лед, дискуссия о том, нам нужно идти вот так вот, да, или попытаться договориться. Но кто-то говорит, что пробовали договориться, не получается. Давайте попробуем. Да, я понимаю, что мы прошли, но суть не в этом, а в том, что все-таки я не понял. Вот в начале была сформулирована вот эта проблема двойственности этой этнической регионной идентичности, потом мы перешли прямо, видимо, это был пятый тезис на проблему Геюра. Это не был пятый тезис, это был пример, но нас потащила мало-контролируемая логика. Это не есть главная тема или... Нет, не есть. Последний тезис, он такой, да. Мы живем в эпоху постмодерна, да, в этой стране. И, видимо, вот этот вот запрос, который есть от общества, а именно переосмысление нашей коллективной идентичности, он должен рассматриваться еще и в этом контексте, да. Контекст у нас такой. Мы живем в ситуации, когда у нас в стране раньше было два Израиля, первый и второй. Первый – Ашкенаский, зажиточный, жители больших городов центра страны и коллективных, старых коллективных поселений. И второй – это Сефардский, жители благополучных по израильским понятиям кварталов больших городов и городов развития. Вот. А теперь мы живем, когда у нас три Израиля. Появился третий Израиль. Третий Израиль определяется, есть, так сказать, два определения. Одно, которое нам дали новые историки и социологи, один из которых предложил третий Израиль называть вот неблагополучное сефардское население, несостоявшиеся выходцы из бывшего СССР и поселенцев. То есть он предложил разделить общество по зеленой черте, да. Вот эти вот внутренние накопления конфликтов, он полагает, человек, я ему слышал его лекцию, the guy was deadly serious, то есть это было абсолютно серьезно, когда он все это произносил, да. Вот, что вот этот вот внутренний классный конфликт, ну такой марксист, да, не марксистский подход, этот внутренний классный конфликт Израиль сумел правительство канализировать путем выбрасывания этих вот проблематичных элементов за зеленую черту, да, или, так сказать, на периферии общества. Идея дурацкая, на мой взгляд, а? Ну, он там не был никогда, он не знает, он так думает. Ну, короче говоря, на самом деле сама по себе идея, она, в общем, неплоха, что у нас есть третий Израиль. Я бы его определил так. Это та группа израильского общества, которая находится вне системы, монополизированной традиционными элитами сфер, да, социальной жизни, культуры и экономики. Это тот же хай-тек, новое поколение поселенческого движения, то есть то, что включено вот эту вот самую демонополизированную, глобализированную экономику, связанную с ним вот эти вот самые сферы общественной жизни. Наша аллея представлена там диспропорционально широко во всех этих самых сферах, да? И в итоге... И в ханике, и в президентах, и в люмпенах... Да, 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 да. Да, 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 да. Ну, если, ну, по крайней мере, интеллектуальных люмпенах, да, так, ваш поколист. Да, я думаю, что... Короче говоря... Да, да, да. Короче говоря, последнее, что я хотел бы сказать, существует ли то, что называется тень, отбрасывается ли она на наше политическое поле всей вот этой вот ситуации? Ну, на мой взгляд, да. Это... С этим связано появление поколения третьего поколения израильских политических партий, которые начинают оттеснять традиционные политические движения, да? Мы привыкли, что первый Израиль — это общенациональные партии, а второй Израиль — это секторальные партии, да? У второй Израиля примкнувшие к ним. То есть традиционная израильская элита, она понимает секторальность только в двух возможных вариантов. Либо, так сказать, секторальная партия, лидер которой не претендует на участие в принятии общенациональных решений, например, он не претендует на то, чтобы когда-нибудь стать премьер-министром, да? Либо в качестве секторального лобби внутри большой политической партии, да? Там, я не знаю, там всякого рода лобби в Бекуде, во воде, там где-то еще, да? К появлению третьего поколения политических партий, назовем их общенационально-секторальные, израильские элиты не готовы на сегодняшний день. Что такое общенационально-секторальные? Движения, которые опираются на некое твердое ядро представителей определенной общины, но при этом предлагают обществу общенациональную повестку дня. И не скрывают, лидеры не скрывают своих лидерских общенациональных амбиций. На сегодняшний день таких движений три. Насколько я могу судить, пока, да? Это Ешатит, кусок Кахоль-Лаван, на сегодняшний день, да? Лидер, который в момент основания честно назвал свое движение партия белого племени. То есть, вот это вот то самое, выпавшее из традиционной системы управления и контроля, воспроизводства ашкенадской части общества, в том числе старых элит. Проявлением этого было, как мы знаем, все эти палаточники Ротшинга, четвертое поколение, которое тоже готово было, как папа, мама и дедушка, играть по правилам, а потом выяснилось, что правила изменились. Они и в правильный университет закончили, в правильную школу ходили, и в правильный детский садик, да? И в правильной воинской части служили, да? И ждали, что вот получат все, что положено по праву рождения, да? Партнерство в адвокатской фирме, ставку в университете, работу на госслужбе, а потом выясняется, что нет, а у нас оказывается конкуренция, у нас оказывается постмодерн, у нас оказывается глобальный рынок, да? И что нужно становиться в очередь или конкурировать на равны, там, с кем-то вот этим, да? Так вот, стало быть, в некое, как бы это назвать, некое недовольство вот этой вот определенной группы населения, которая, конечно же, является сектором на сегодняшний день, оно так или иначе канализировано вот движениями такого рода. Вторая группа, это понятно, это то, что хотел построить Бен, не знаю, насколько это у него получилось, на мой взгляд. Это вот новая модель еврейского дома, трансформированный Мавдаль, да, схема, когда одновременно существует некая, некая либеральная идея, объединяющая, предложенная или черпающая ресурсы из определенного сектора, религиозные сионисты, да, но при этом тоже предлагающая в стране эту вот самую общенациональную повестку дня. Ну и НДИ, понятное дело, сектор, понятен, выходцы из бывшего СССР, а повестка дня тоже, так сказать, общенациональная, разная, каждый раз разная, вот, а на этот раз в каком-то смысле уловившая вот тот самый запрос общественный о способе его реализации, так сказать, можно спорить, да, но уловившая, несомненно, поймавшая вот эту вот самую волну общественного запроса и общественного интереса, о которой, как выяснилось, с Игорем, он глубоко и философский, а я бы немножко сумбурно попробовали поговорить. Благодарю вас, господи. Ну, хотя, ну, не политически, но последняя часть выступления по, так сказать, ну, на уровне того, как, когда говорят политики, то есть, когда невозможно понять, что же они на самом деле имеют в виду, вот, но при этом все, нет, очень здорово. Мне кажется, что сейчас мы должны, так, я, видимо, когда тут есть трансляция, вынужден буду сейчас попить сюда на какое-то время. Значит, у нас есть еще один наступающий, вот, Илья Рабинович, который, я так понимаю, что никто здесь не знает, скорее всего, так, я благодарю. Или кто-то знает. Ну, замечательно. Илья, опусти камеру, ты обрезанный выходишь. Так, я обрезанный. Прошу прощения. Так, в случае, речь про лицо идет. Спасибо. Хорошо, друзья, значит, на самом деле, это вопрос участникам урона, то есть я очень хотел бы, чтобы достать вам тоже слово сейчас, чтобы у нас было три настолько, я уверен, что это совершенно разных, так сказать бы, вот, но было потом очень интересно все это обсудить, а вот на это время, я боюсь, что у нас не очень много останется. Ну, смотрите, давайте, все-таки, да, раз мы так объявили, значит, я представляю слово Илья Рабиновичу, значит, и будет еще один заход, еще одно, еще один мир, еще один, еще один, я не знаю, я думаю, что, я думаю, что у нас теперь есть повод Софу отдельно, потому что она мне очень подробно рассказывает, что она собирается тоже что-то рассказать, но я думаю, что это мы отдельно сделаем. Вот. Я, заходишь, я извинюсь перед коллегами, во-первых, я прошу прощения за то, что я опознал по семейным причинам, но и по семейным причинам я буду вынужден через несколько минут быть в этом году. Да, придется, пожалуйста, я. Но я думаю, у меня есть, прежде чем заявку нас не хотим, но у меня есть некое предложение, что мы пытались сделать и в прошлый раз, все-таки, чтобы этот форум продолжился, в том числе в режиме, может быть, поскольку действительно будет запись, отреагировать. Я надеюсь, что все докладчики с удовольствием, когда будут реальные вопросы, смогут реагировать письменно и, может быть, мы сможем вернуться, чтобы обсудить, что вы сегодня услышали, потому что лично мне очень хочется и я действительно ожидал, что придет некоторая интеракция, но она не такая прямолинейная между выступлением и из-за его выступлением, и ссылка. Вот, ну, я все-таки подсеркнулся у Ильи, пожалуйста, вот. Так, если я буду стоять, я буду... Все предыдущие тоже стояли, так что ничего удивительного. Не-не, вы, я... Ну что, следующие 20 минут. Готовы? Ну, замечательно. Окей, Илья представил меня как автора монографии о еврейском народе. В общем-то, говоря, это было немного не монографии и чуть-чуть не о еврейском народе, но как бы... Окей, 20 минут. Начну, наверное, с глобального, а потом перейду на уровень наш, локальный. Потому что зачастую невозможно понять процессы вот на земле, да, если мы не знаем, что происходит в небесах. А в небесах происходят очень интересные, на мой взгляд, события. Мы все в добровольно-предудительном порядке присутствуем при смерти скорчих пяти основных идеологий, которые управляли этим миром на протяжении всего 19-го и всего 20-го веков. Это феминизм, это светский гуманизм, это ислам, это глобальное левое движение, социализм, коммунизм и так далее. Это либерализм. Все эти идеологии находятся при смерти. Что, на самом деле, достаточно неплохо. 20 минут засекли? Нет, нет, нет. Нет? А, окей, хорошо. А, окей. Запись будет? Может быть. Если не вырежут. Нас не вырежут? Ладно. Хорошо. Обрезут нам. Что? Что еще? Что? Я не понял еще больше. Нет, спасибо. 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 За это. Не, нет, за это пока. А, окей, хорошо. Следующие 20 минут. В чем проблема? Проблема в том, что все эти идеологии, они все больше и больше не соответствуют действительности. Они все создавались, кто-то в средние века, кто-то на основе идей мыслителей эпохи просвещения, который был идеологическим бунтом против власти двух старых элит. Это аристократическая элита, это церковная элита. Ну, христианская церковная элита в данном случае. И как любой бунт, все идеи этих мыслителей, это, скажем так, берем то, что было, и все делаем наоборот. Ну, весь мир насильяем и разрушен, да, то есть по отношению к насильникам мы применим насилие. Ну, логично. В те времена все люди, они жили в рамках очень жесткой социальной системы. Если ты рождался крестьянином, скорее всего, с вероятностью 99,9% ты умрешь крестьянином. Если ты рождался аристократом, с такой же вероятностью выжился аристократом, социальные лифты вверх и вниз были практически в полусе заблокированы. Соответственно, идея мыслителей и подсвечения была какая? Крестьянка может управлять государством. Ну, понятно же, да? Вот что, напишешь на этом вот белом месте бумаги, которым является каждый человек, то и будет. Ну, очевидно же, да? И все вот так вот. Люди были закабалены, мы против закабаления, все должны быть свободными. Хочешь, не хочешь, будешь, сука, свободным. Все воевали друг с другом, все находились в состоянии войны. Нехорошо. Будет братство, все будут братьями, еще только несетами. Хочешь, не хочешь, будешь гадина. И все такое прочее в этом духе, да? То есть, берем то, что было, делаем наоборот, и все будет хорошо. Но получилось не очень. Почему-то. Выяснилось, что эта система, которая легла в основу всех вот этих вот идеологий, она была несбалансирована, и внутри каждый из них не было самого главного. Чего? Инструмента разрешения социальных конфликтов. Ни в одном. В исламе, скажем так, с исламом ситуация очень интересная. Но об этом я расскажу чуть попозже. Это отдельно. Это, кстати, говорят, ну, окей, чуть попозже. Следующие 20 минут. Еще 20 минут. Так вот, что у нас происходит? Происходит очень интересная вещь. Либералы создали систему прав человека, врожденных, неотъемлемых и так далее. Все хорошо. Кто поддерживает свободу выбора человека? Ну, многие, наверное, да? Что человек должен иметь право выбора. Так? Замечательно. Право на жизнь. Так? Прекрасно. В Соединенных Штатах Америки, здесь и сейчас, насмерть. Ну, сейчас выздоровею. Это пример. Насмерть. До крови, фактически. Сражаются две группы. Непримиримые абсолютно. Одна из них говорит, женщина должна иметь право на выбор. Хочет она ребенка или нет? И если нет, аборт. Ну, право на выбор, правда? Все же поддерживают, да? Право на выбор. Другая группа говорит. Нет, стоп, секундочку, секундочку. Что это такое? Ребенок – это человек. Все люди имеют право на жизнь. Аборт – это убийство. И получается, что? Нет, нет, секунду, секунду. Право на жизнь, оно священное. Одна группа, другая группа. Помирить невозможно. А если ты говоришь, да-да-да, хорошо, будут аборты, да? Что у нас право на жизнь. Мы, получается, у него немножечко так вот с прибором что-то там совершаем, да? А если говорить, нет-нет-нет, право на жизнь, он священный, мы только вот за него. Получается, что у нас со свободой выбора, что-то как-то вот где-то не складывается, да? Каков механизм в рамках либерализма или левой идеи, да? Или светского гуманизма? Как помирить эти группы? Никто не знает. Это потому что... Никто не знает. Никто не знает. Знает, я скатываю, когда ее юридически восстанавливаются по лучшим человекам, и по-моему, дело в том, что... Вопрос, вопрос, вопрос только в одном. Кто такой тот человек, который начинает установить, кто человек, кто не человек, кто ему дает это право? Он сам его берет. В этом вся штука. Юридически... То есть, нужно знать, когда юридически основа в том, что право, в котором будет это написано. А другой вариант, что это определяет тот самый человек, который принимает решение. Проблема на уровне людей. Ну, скажем так, например, на третьем шее. То есть, я так ездил, что-то в коротко. Окей. А это раскалывает общество. Если мы говорим про Израиль, аналогично. В чем проблема? Проблема в том, что либерализм очень много говорит о правах и свободах. Но он ничего не говорит, вообще ничего. Об обязанности и ответственности. Общество. Общество не может существовать из-за индивидов, у которых есть права, свободы, но ответственности и обязанностей нет. Они есть. Если мы говорим про глобальное левое движение. Можно вопрос? Да. Самое глобальное левое движение калакра. Для отечественных сетей. И они есть во всем в израильных странах. Есть обязанности оборудовать детей. Есть. Есть такая обязанность. Если нет обязанностей, нет. В любом обществе права и свободы, точнее, права и возможности. То есть, право это то, что разрешено с точки зрения закона. Возможность то, что разрешено с точки зрения культуры. Они иногда пересекаются, но не всегда. Честно связаны с обязанностью и ответственностью. И по-другому оно не получается. Либерализм, вот вторую часть, он игнорирует. Его просто нет. Вообще нет. Отсутствует. Он об этом не говорит. В результате у нас получается раскол общества. Причем раскол общества, который невозможно исправить. Принципиально. Нет механизмов. Если мы говорим про глобальное левое движение. Религия этим занимается. Либерал не религиозный. Религия в глобальном кризисе уже очень равно, поэтому не будем обыскать. Опять, я же учу. Опять, я же учу. Но она исторически. А исторически? Мы не говорим про исторически. Мы говорим про здесь, сейчас. Мы говорим про здесь, сейчас, да? Я, например, тыс. Я в это не верю. Друзья, я думаю, что время уже ограничено, поэтому доставить потом. Окей, хорошо. Левое движение. С ним следующая проблема. Если ты молоток, ты во всем видишь гвозди. Глобальное левое движение, оно вокруг того, оно создано вокруг того, что у нас есть угнетенный и угнетатель. И угнетенный сражается с угнетателем. И левый – это спасатель. То есть у нас есть угнетенный, угнетатель, и спасатель – это левый. Набор угнетенных угнетателей может быть разным. Например, угнетенный может быть немецкий народ, а угнетатели могут быть евреи. И тогда у нас получается нацизм. Угнетателями могут быть буржуа, угнетенными может быть пролетариат. У нас получается социализм. Угнетателями могут быть одни страны, угнетенными другие страны. У нас получается фишизм. самая интересная штука во всем этом деле в том что все, абсолютно все с точки зрения левых это борьба угнетенных угнетателей все, больше ничего нет проблема в том, что есть и когда люди пытаются весь мир подстроить под свою модель которая у них в голове не ориентируясь на реальность все рушится причем, что самое интересное угнетатель, угнетенный и спасатель кто скажет, из какого семейного шаблона вот этого треугольника это тиранический семейный шаблон поэтому все левые страны тиранические, без исключения это тиранический семейный шаблон поэтому долго, долго, долго нет, нет это там, где есть тиран где-то там есть тиран, жертва и спасатель почитайте окей дальше светский гуманизм все люди должны быть счастливыми вопрос, что делать если счастье какого-то конкретного человека это несчастье другого светский гуманизм на это и не имеет ответа а вот теперь что-что? что-что? спасатель теперь, кстати, и значит так феминизм уже давно стал левым полностью который говорит о том, что женщины это угнетенные мужчины угнетатели но женщины с этим не согласны а спасатели? а спасатели феминистки феминистки спасатели феминистки но женщины почему-то с этим не согласны и они не хотят, чтобы их спасали они об этом не просили но кто же будет спрашивать, спасай его. Его надо спасать? Срочно! Он же сам не понимает своего счастья, блага, процветания и так далее. Окей, а теперь с исламом. А вот теперь с исламом. С исламом очень интересная штука. Когда я анализировал для своей книги причины богатства и бедности стран и народов. То есть мы сейчас видим, что какие-то страны, какие-то народы, они богаты, они процветают. Причем с каждым годом создаются больше и больше. А какие-то хереют и беднеют. Причем даже те ресурсы, которые, не сказать, в земле продают, им почему-то не помогают. У них экономика как-то вот в форме сбитого самолета. Вопрос. Когда как? Иногда это российский самолет. Их тоже однажды сбивали. Откуда? Почему? Обычно говорят, это страшное колониальное прошлое всех этих стран. Колониализм. Ух! Только вот мы сейчас живем на территории бывшей колонии британской. И мы процветаем почему-то. Сингапур тоже бывшая британская колония. Тоже процветает. Странно. Как-то вот не очень. Вопрос. Ответ очень простой. Существует два типа народов. Первый. Искренне верят в то, что их судьба находится в их собственных руках. И они вправе и обязаны менять мир к лучшему и нести за это персонал ответственность. Народы второго типа искренне верены в том, что от них ничего не зависит. Делаешь, не делаешь, никакой разницы. Ничего не изменится. Тот конфликт, который мы сейчас наблюдаем между некоторой частью израильского общества и другой некоторой частью израильского общества. Причем в основном почему-то выходцев из бывшего Советского Союза. Скажите, пожалуйста, вот еврейский народ глобальный, да, как бы на уровне идей к какому типу относится? К первому или к второму? Правильно, к первому. А большинство населения бывшего Советского Союза к какому типу относятся? К первому или к второму? Правильно, к второму. Конфликт, этот конфликт на самом деле экзистенциальный. Это конфликт неравозрительный. Люди, которые совершенно уверены в том, что делаешь, не делаешь, ничего не изменится. Геор проходить? А зачем? Ничего же не изменится. учиться, переучиваться на новую профессию? А зачем? Ведь ничего же не сменится. Как-то расти и развиваться. А зачем? Почему же не сменится? Глобально. Правда, люди? Или нет? Нет? Они так не думают. Они думают по-другому. Это мы так думаем. Это мы думаем, что если они пройдут геор, то тогда ух, тогда они заживут. Но они почему-то в этом не увидят. Не знаю, почему нет. В этом, собственно, суть того конфликта, одного из, который мы видим. Есть другой конфликт интересный. Это как раз вот про либерализм. Господин Аарон Барак, кто-то слышал, да, наверное? Да? Замечательно. Да. Некоторое время назад произвел так называемую судебную революцию. Эта судебная революция говорила о том, что подсудно все. почему? Идея мыслителей эпохи просвещения заключалась в следующем. Закон, он происходит, его основа, он растет из некоего универсального человеческого разума, из некоего абсолютного понимания того, как вообще должно строиться общество, строиться государство. С этим есть одна маленькая проблемка. Крохотная. Кто-нибудь может уже сказать? Ничего универсального в этой жизни нет. Вообще. Универсальные только две вещи. Первое. Это биологическая основа человека. И второе. Это его врожденные программы, которые очень тесно связаны со стратегиями выживания и размножения. И у вас вопрос. Это уже настройка над этой программой. Все. Ничего универсального больше нет. То есть, грубо говоря, если мы радуемся, мы все улыбаемся. Да, если мы грустные, то мы все плачем. Причем, что самое интересное, даже тут уже есть некоторые различные культурные уровни, но, как бы, пока это. Но суть важна. Вот это универсально. Все остальное нет. И, господа, судьи, они берут законы и говорят, ну, в общем, мы думаем, что вот это должно быть так. мы же все как бы одинаковые, да, мы же все уже не мы сами, да, как бы, наше понимание, оно же одно для всех. Выясняется, что нет. Выясняется, что все люди разные. И понимание того, как должно развиваться общество, какие должны быть законы, оно у всех разное. и господа заседающие в высших судах, они все из одной тусовки. Они все закончили одни и те же университеты. Они живут, грубо говоря, в одних и тех же кварталах, в богатых и шканавских кварталах. Это меньшинство. А большинство думает совсем по-другому. Совершенно по-другому. Иначе и те решения, которые выносит суд, большинство, оно считается неадохватной реальностью. Оно считает разрушающим страну. И что? Скажем, теорию струн. Меньшинство понимает, большинство нет? Во-первых, это не теория, это гипотеза струн. Во-вторых, в общем-то говоря, оно ни на что не влияет. То есть вне зависимости от того, гипотеза струн, не гипотеза струн. Как бы она в конце концов подтвердится или не подтвердится. Наша жизнь от этого не изменится вообще. никак. Вообще. Неровные сети от наших людей в нашей жизни зависит? Да, но нет. Я извиняюсь, но все-таки ничего не ничего. Окей. Итак, сейчас. В чем здесь суть? Суть в том, что любая судебная власть, она базируется на авторитете судей в народе. Если авторитета нет, судебная власть не легитимна. Она просто теряет всяческое доверие. И штука в том, что судебная власть сейчас в Израиле, она теряет доверие. То есть сейчас уже где-то примерно половина населения ей доверяет. Причем тенденция в общем на спарте. Как тот самый украинский или российский самолет. скоро оно упадет на землю. Это неизбежно. В том виде, в котором мы это знаем. Здесь сейчас. 21 минут осталось? Точно? С исламом все очень просто. В основе этой идеологии лежит идея о том, что человеку ничего не зависит. Все зависит только от Аллаха. И больше человек это песчинка. Ничто. Причем у этого ничто уже есть хорошая жизнь. Замечательно. Лучше не бывает. Прекрасно. Все есть. Абсолютно все есть. Нужно только лет примерно 50 перетерпеть на хлибе и воде здесь, на земле и все будет. Все будет! Вообще так говоря это это отдельная тема, я могу об этом рассказывать долго и счастливо, но закнул уже не осталось два смысла, поэтому надо заканчивать, наверное, да. я не остался как я хотел бы чтобы был как я тут думал черт! институционная институционная выступающая, но так получилось. Но я тем не менее хотел бы вам дать еще несколько минут, чтобы вы сказали я так чувствую что у вас есть какие-то предложения. То есть вы сделали некую аналитику, проделали ее совершенно реально интересно. У вас есть предложения? Да, конечно. Первое, то, что мы видим здесь и сейчас, да, это два кризиса, которые здесь в один. Первое, это кризис идей. Старые идеи благополучно заканчивают свой срок жизни на этой земле. Пожелаем им на прощание мяу. Еще раз мяу. мяу. Да. Что, да, это первое, новых идей или пока нет, или они в самом-самом начале своем развитии. Второе, это кризис ответственности. Вот, со мной согласны. Еще раз согласна. К сожалению, когда очень много говорят о правах и свободах и не говорят об обязанности и ответственности, ответственности из общества постепенно уходят. Люди начинают думать, что им все должны, у них есть права, они никому ничего. Все, что должен, всем прощаю. Но это так не работает. и есть вопрос в том, что есть, из того, что я видел, один человек высказывает какую-то идею, другой человек, то есть, грубо говоря, новые идеи есть, они просто размазаны по пространству. И нужно их просто собрать в одну точку, в одну систему, которая была бы, с одной стороны, непротиворечива, с другой стороны, адекватной реальностью. С учетом того, что модель экономики у нас здесь и сейчас меняется полностью кардинально. И более того, у нас не просто модель экономики меняется, у нас меняется модель эксплуататоров и эксплуатируемых. Эксплуататорами и эксплуатируемыми у нас теперь являются в основном кто? Инженеры. Инженеры. Раньше это была буржуазия и пролетариат. Разные социальные классы. А сейчас это один социальный класс. Просто его верхушка. Это те люди, которые удалось создать свои проекты, успешные проекты, они заработали на этом деньги. А все остальные, ну, повезет в следующий раз. Мне точно. Поэтому у нас все кардинально меняется. у нас возникает буржуазия знаний, которые работают в рамках экономики знаний. Психологически это совсем другие люди, совсем другие идеи, совсем другие нужды, все другое. Это не старое производство буржуазии. А когда у нас меняются производственные процессы, кстати, по поводу нейросетей, практически ответим вопрос, то у нас меняется все. практически. Бытие предъявляет сознание, но не сознание предъявляет бытье. Это взаимосвязанные вещи. Дело в том, что когда в прошлый раз менялась система экономики с выращивания чего-нибудь на земле, животных, растений и прочее. На промышленное производство у нас была куча революций, закончилось все двумя мировыми войнами, весело было и будет. Никуда не уйдется. Я тоже. переходите к временам. Я попробую подвижить вам, я не давал пока право вести заседание, поэтому я хочу сказать... Секунду, буквально секунду. Буквально секунду. Буквально секунду. Буквально секунду. Буквально секунду. И мои два снила точно закончатся. Наверное. Я так думаю. Короче, я думаю, что мне удалось создать непротиворечивую систему для стран с превалирующей экономикой знаний, которая имеет внутри себя встроен средства разрешения общественных конфликтов и которая намного более сбалансирована, нежели чем старые подходы. В общем, верно все. Я думаю, что мы можем заинтриговать аудиторию. Все взрывновались на хорошем уровне. Все выступающие. Кто победил? Я думаю, что никто пока не победил. А, тем же, это было должно быть. Но это дружба никогда не подтверждает. Значит, поэтому, во-первых, я так понимаю, что можно либо книжку, которую вы мне переслали, я ее перечислю, закрываю, чем здесь. Или пока она будет опубликована. Ну, хорошо, давайте мы об этом поговорим отдельно. Господа, я хочу... Большое спасибо, Илья, вы можете вернуться к себе на это место. Вот. Я хочу сейчас я ставлю камеру в сторону аудитории. Значит, я думаю, что у нас есть еще минут 20 и совсем... Опять 20. Но тем не менее трамваи когда заканчивают ходить, поезда тоже и так далее. Поэтому, значит, я все-таки предлагаю какие-то реплики или какие-то идеи, которые... Дело в том, что действительно то, что произошло со всеми, что я думал, но других вариантов, видимо, не было. У нас было 3... А? Просто все закончили 20 минут. Ну, так или иначе время оно относительно, так или иначе мы можем... Если у кого-то есть... Кто-то может объединить вот 3 выступления, которые были здесь сказаны? Я могу объединить первые два. По крайней мере, у них есть одна сняющая... Так, по крайней мере, я... Извините, я вот... Ну, попрошу тех, кто будет говорить, выходить сюда, потому что... это шутка. Ну, тогда давайте говорить о чем-то. У них есть одна объединяющая сняка. И... И второй докладчик, я не помню... Зеев. Зеев. Да. Настаивали на том, что не все можно будет. Виктор, как и говорил, а в... Зеев, да? Да. А Зеев боялся, что его будет записывать. Зеев. Зеев. Здрасте. Здрасте. Так, в первой оценке я ответил сюда. Можно? Можно? только очень коротко, потому что у нас... Хорошо. Илья. Илья. Что вы забыли? Я попробую обучить очень быстро, очень просто. Пожалуйста. То, что было 5 из таких винтов, это, в смысле, к тому, когда человек сам хочет, чтобы уйти, естественно, что никогда не получалось, не получалось в своей английской тогда. То есть, своим умом, да? Обычно своим умом — это значит суждение. Суждение — это не значит разум. Суждение разум — это разуме и нечто. Ваканты, да? Я продолжаю ваканты. То, что вы сказали, эти проблемы — это фактически антиномия. Антиномия тоже не решается разумом. Насколько это есть. То есть, не решается суждение, да? И поэтому суды в этой игре ничего не решают, да? Теперь я возьму ваш треугольник. Какого решения? У нас есть у всех очень богатый опыт, например. Значит, тиран, да? Угнетаемый и спаситель, да? Тиран, жертва и спасатель. Значит, тиран и жертва мы знаем разные варианты. Судба — спасение, да? Спасение — это очень просто. Это вот между этими противоположными, между тем самим тираном и умнетаемым, да? Спасителем, да? Является, что? В антиномии, как всегда, это получается, является даже, опять-таки, по факту — это вера и культура. То есть, теперь посмотрим на Советский Союз. Что противостояло Советскому Союзу тирании? Это были диссиденты. Это были диссиденты религиозные. Это были диссиденты культуры. И это точно привело к разрушению Советского Союза. Нет, нет. В конце концов. Нет. Мы сейчас разговаривали. Я заказываю в последние слова. Если теперь прийти к Израилу, если совершенно одинаковая ситуация, то самое. Опять-таки, неважно, какие мы выделим здесь противоположности, кто это будет. Я считаю, что это, с одной стороны, национальная идея, включая религиозную или другую какую-нибудь, потому что национальной культуры очень мало в Израиле. Вот. И универсальная идея, к которой мы относимся вот эти левые, которые хотят опускать мир на примере постмодернизма там во всех странах, да, с помощью манипуляции. Суд ничего не решает, как бы сказали. Я считаю, что это так. Потому что это суждение. Здесь не суд решает. Решать. Опять-таки, решать что? Решает вера, только настоящая, да? Свободная. И культура. Культура национальной нет. Веры действенной нет. Поэтому, что мое решение, в чем оно заключается? Опять-таки, я совершенно, как бы докринально говорю, это поднятие этой дискуссии, проблемы национальной культуры и веры на академический уровень, с одной стороны, ибо все ваши, и все вопросы, и, значит, шерки, и все, кто находится, так сказать, в этой, в Руссии, так сказать, которые занимаются этим, не политикой, не политикой, а философы, ученые, рабины, должны вступить, так сказать, поднять это на национальном уровне, на академический уровень, с одной стороны, а с другой стороны, снизу, это, может быть, просто те возможности, которые есть, как то, что мы сегодня делаем, только более представительное, это диалог между теми религиозными, которые способны, так как вам не всем дано, так сказать, уходить в философы, нескольких, которые уходят, опять, не так же, как обширный, покрупливой модернисты Афадоксании, с одной стороны, вот, и рабины могут здесь участвовать какие-то, которые, со своей стороны, вот, и люди науки, то есть, когда это поднимается в норме культуры, то есть, для науки или чего-то, тогда приоритеты в обществе меняются, когда, например, те, кто за аборт или против аборта, если бы ученые могли объяснить, да, по крайней мере, хоть как-то, или это не просто ученые, а ученые, которые и гуманитарии, так сказать, и медики, могли бы объяснить, в чем суть там этой, не знаю, как бы они это назвали, да, вот, или карма, или жизнь, или по-своему как-то, и в чем суть биологии и всего того, что необходимо, они бы могли вывести, что да, вот так вот оно правильное и лучшее государство, да, сначала это было бы для кого-то, может быть, насильным и неудобством, но потом бы это все вошло в основном слове, потому что это стало бы приоритетом, да, и это вопрос дорешился. Вы сейчас рассказываете некоторую часть из системы реалинизма. Что? Вы сейчас рассказываете некоторую составную часть моей системы реалинизма. Какая система реалинизма? Реалинизма. У вас будет возможность отсудить, ну, системы реалинизма. Дорогие друзья, я, поскольку я не могу сейчас всем давать по 20 минут, потому что нам до утра тогда не выйти, но все-таки, если есть кто-то, я так и лучше хотел бы, если… Несколько слов, если… Несколько слов… Несколько слов… Сейчас сто… А-а-а, все 20 минут, я остаток отсюда. Окей, спасибо большое. Вот. Ладно, тогда все, кто просто… Такое впечатление, что просто уже время… Время уже на шахаре. Ладно, тогда всем большое спасибо. Всего доброго. Значит, я думаю, что мы будем считать, что все-таки… Спасибо. Да. Можно… Можно… Можно…